Вот, все, все нормально? Давайте пока, кто-то еще подойдет, Антон пока вернется. Хочу, вот просто задумайтесь, что для вас является высшей ценностью в жизни? Вот самой-самой. Я сейчас попробую провести второй день, немного в другом формате. То есть вчера, ну и вообще, я просто как бы рассказываю, делюсь. А сейчас попробую немножко соединить с тем моментом, что вот как будто я сама с собой все время обсуждаю. Как я обычно сама с собой сижу, там в голове у себя копаюсь, думаю, блин, как это, как это? Наверное, это вот это, вот это, вот это разбираю. То если вам будет интересно поучаствовать в общем обсуждении, то есть взаимодействии. Мне интересно, что для каждого из вас является высшей ценностью в жизни. Вот то, как же это сказать, если это убрать из вашей жизни, то потеряет смысл жить, дышать, просыпаться утром. Вот просто подумайте, кто будет готов отвечать, поднимайте руку. Из моей жизни, если убрать из сознания, она потеряет всякую ценность, потому что прекратится переживание меня, как единого целого, как источника, как я во всем, все во мне. Это возможно только благодаря осознанию, никакого другого способа это пережить я не вижу, ну, из своего опыта, да. Поэтому если это убрать, смысл жизни вообще никакого. Вообще пропадает, да? Просто, да. То есть ты здесь, там ты живешь в состоянии хаоса, ты воспринимаешь мир вокруг себя, что это все угроза, что это все вокруг враги, что мир фактически, все прям не пойми как, случайности, еще что-то. А когда в состоянии осознанности, в состоянии источника, ты точно знаешь, как эта жизнь устроена, как в ней все растекает, все вот эти вот зависимости, что тебе целое не может сделать никакого вреда, потому что ты часть этого целого, она никогда не причинит своей части вред. То есть, наоборот, она все делает для тебя как можно лучше, причем вообще во всех, во всех деталях, то есть начиная, и в бытовые, вернее, в себя включая тоже, в том числе. И она освобождает пространство все больше и больше для тебя, чтобы ты все больше и больше могла глубже погружаться в этом, чтобы она максимально расширит твои возможности в этом деле. То есть, все менее облагает тебя какими-то социумными, там, ну, допустим, ходить на работу, зарабатывать деньги, там, или там еще что-то, тот же быт, да. То есть, от тебя всего ограждает быть только в этом максимально глубоко, при этом не отритая и того же быта, да, но все это становится гармоничным. А вот если взять качество, вот есть сознание, да, и ты понимаешь, что вот оно все, да, вот это вот оно все. И вот ты погружаешься в игру, и в этой игре оно как бы by default, по умолчанию это все сознание. Я тебя услышала, да, это вот то самое. А теперь вот ты в игре, ты маленькая девочка, тебе 10 лет, у тебя есть это чувство, что вот это вот, вот без этого вообще ничего не имеет смысла. А к тебе подходят и говорят, слушай, ну, ты в какую-то фигню веришь, мы с тобой не будем играться. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы с тобой не будем играться. И вот здесь в этом возрасте 5, 8, 9 лет, еще когда мама там бывает, говорит, она говорит, ну, ты тут как-то немного неверно мир понимаешь, я как бы взрослая, да, у меня опыта больше, вот ту фигню, в которую ты веришь, она не настоящая. Как здесь обозначить вот ту высшую ценность, когда тебе уже не 20-30, и ты можешь сформулировать это так четко и ясно, обалденно, а когда тебе 9, 10, 12 лет, как эта высшая ценность выражается? Я поняла вопрос, не знаю, по какой причине переживая вот это состояние источника в детстве и переживание себя как источника бесконечной любви, я думала, что так живут все, я даже вопросы это задавала. Да, 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 я в шоке была, когда оказалась по-другому. Вот эти лет я только спала, когда я стала видеть, что что-то люди какие-то, ну, как-то они странные, то есть я подумала, что чем старше человек, тем более мудрее, тем более мудрее, тем более как-то освободить должен быть, а я не думаю, что обратное происходит, что возраст не является, тождественной мудростью. Наоборот, даже, да. Да, я как-то так тихонечко там встала, а что-то вот чувствовала, и я понимала, что люди вообще не знают, о чем я говорю, и я перестала это спрашивать. Поэтому, ну, в детстве я никогда не говорила, что я, ну, у меня даже это слово не приходилось спросить, там, мама, и хотя, вот, например, тот же, ну, ты говоришь, ты там этих невидимых видишь, ну, как бы у меня с домовыми вот эта фишка шла, тоже никому никогда ничего не говорила, потому что знала, что мне это не поверили. Я до 14 лет молчала, я потом, когда выросла в 19, думаю, что у меня за вот штука в голове была, я никому не рассказывала, такой огромный мир, я никому не рассказывала, думаю, о чем я тогда думала вообще, как я это все-то просчитывала. Что знала, бабушке нельзя говорить, маме с папой не надо говорить, живу в своем маленьком мирке. И вот мне очень интересно, как вы в 9-12 лет называли эту самую вот высшую ценность, как сознание, сейчас можно это сформулировать, но в 9-12 лет, как, что для вас это было, как вы это называли? Любопытство, наверное, по всему просто куда-то лезешь в какие-то все время миры, в которые тебя не хочется, узнать, что там, без этого скучно, что в одном и том же крутится какая-то очень пуплая. Еще? Я использовала слово «бог», потому что родители научили, и в отличие от вас, вам очень повезло, что вы никому не рассказали, потому что я рассказала своим родителям, я видела мелких, видела себя в квартире, и мои родители просто были в шоке, и меня повезли в монастырь на отщитку, потому что мы решили, что я бесноват. Офигеть! Вот, ну мне там все это закрыли благополучно, потом я ничего не видела, ну буквально до там 25 лет, ну так, что-то видела, там какие-то излучения, немного телевизор, ну что-то такое. Хорошо там постарались, да? Да, постарались. А там, что, прям, это просто, они прям это умеющий делают? Ну да, отщитки, изглания. Они тебе умеючи закрывают, закрывают умеючи. То есть они прям знают, что делают? Ну естественно. Ну конечно, аджинмул закрывают, даже вот крест, да, закрывают, на мир о помазании. А ты что, думал, что там все так хорошо, да? В общем, не знал. Чувак, ты в какой мире живешь? Вообще. Вот, ну, в этом возрасте я называла слово Бог, и когда мне мама спрашивала, Вика, ты кого больше любишь, меня или папу? Да, мама, Бога. Мама, Бога. Вот у меня так, я тоже маме говорю, мам, выдвинули мне биологические родители, есть вселенная и источник. Папа обижался. Ну, вот они чувствуют. Ну, а мама считала, что это круто, потому что она верила в Бога, но она это все разделяла. То есть православие, да, нельзя же ничего видеть. Там много чего нельзя. Никто же себя с вами не может назвать, это же грех. И поэтому никто не видел. Да, никто не может. Вообще логика. Честно. Ну, если ты скажешь, что ты с Богом разговариваешь, то тебя примут сразу. Ну, да, все, 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 все. Либо одержимая, либо шизофреничка, да? Да, ну, говори, что это не достойная. Сверить как бы можно? Да. А если ты друг видишь и общаешь что-то? Коммуникация запрещена. Можно односторонне. То есть ты говоришь, да, но слышать ответ нельзя, потому что это уже странно. Офигеть, вообще. Я теперь понимаю, почему я молчала. Нет, ну почему, бабушка мне тоже там у нас была там. Отче наш наизусть знаешь там. Да, молитвы, да, наизусть. Да. Первую там все вот эти основные молитвы. Ну да, бабушке не говорила, что у меня есть вселенная. Ну, я так, я вселенную всегда говорила мама, а источник дом. Вот. И поэтому родителей сложно было воспринимать, потому что там была мама. Мама и папа. Это общий конгломерат для меня было. И для меня вселенная всегда была мама. Я сажусь и говорю, мам, там, я разговариваю все время. И когда я вижу свою маму, у меня не вставляет, что вот я понимаю, вселенная моя мама. А это кто? Определяю, биологический родитель. И когда ты говоришь маме, ты просто биологи... Надо как-то по-другому формулировать. Мама, привет. Привет. Мама, это теперь я знаю, что все одно. Еще у кого? Кто как называл в детстве, в 9-12 лет? Я в дом ее называла. Как? В дом? Как-то меня спросили, ты чья дочка, Парина или Марина? Своя собственная. Суперски. Ты сказала, что нельзя ценить, чтобы ты была в дом. А в дом куда-то все ушло. И вот эти переживания дома, что мне хорошо здесь и сейчас, оно куда-то так стало все реже, все меньше. И вот в последнее время я вообще не помню, когда я была в дом. Как-то не получается почувствовать себя совсем не так. А когда я чувствовала совсем вот это у себя, в последнее время я просто выносила в это состояние, в состоянии дома. Ого! А, ну да. Там сразу вот этот вот самый глубинный уровень, ты это другой я. И там, когда предаешь себя, там сразу же выносит. То есть ты к этому приближаешься, тебе показывают, смотри, вот из этого ты не можешь. И ты раз падаешь и говоришь, да что ж такое, я в единство, оно меня в говно. Еще как? Кто как? Мечта. 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 Фантазия такая вот. Мечта, мечта такая вот. Вот так вот, аж так. Вот так вот, аж так. И если это убрать было бы из детства, то было бы очень тяжело. Было бы вообще никак. Невыносимо, да? Да. Потому что у меня не было в детстве этого дома. У меня было ощущение, что я здесь как-то вообще, а что я здесь делаю? На той остановке высадили, да? Да, и у меня вот, и я спасалась в своих мечтах, в фантазиях у меня там было. Все здорово. Я думала, когда-нибудь я заживу. Когда-нибудь эта мечта такая. Вот. Мне нравится выражение, где-то у края было написано. Вы ощущаете здесь себя, как будто вы ехали в автобусе, водитель высадил вас, но ошибся остановкой. Вы все еще сидите и ждете, когда до него дойдет, и он вернется. Еще кто как называл? А как ты называл? У меня в детстве такая капитальная жопа была, поэтому я просто сильно в память заблокирована по каким-то причинам, до сих пор не знаю, за таким, прям, таким куском. Но даже вот в этой самой, в этой самой тяжести, что тебя спасало? Я не знал, как это назвать. Просто ощущение чего-то такого живого вокруг. Никак не называл. Но чувствовал. Суперскин. Ну вот, да, живого вокруг. Еще кто? Я тоже называла Вселенная, но уже тогда у меня была такая игра. Я перед тем, как засыпала, любила, ну вот, как бы смотреть на себя сверху, что вот я такая маленькая на кровати, потом я такая маленькая в квартире, потом я такая маленькая там в доме, в городе, на планете. И постепенно я так растворялась, растворялась и представляла себе галактику, а потом Вселенную. То есть это было у меня такое ощущение. Я ощущала большую связь с этим и единство. И так засыпала. Но я тоже никому не рассказывала, тем более, что у меня такой отец, не в себе человек. И как бы для него он все время тоже общался с домовыми там, как бы увлекался буддизмом. И, ну, я думала, что совершенно нормально. А потом уже, когда он уже так немножко тратил границу, я подумала, что, блин. Но я до сих пор из детства, ну, как бы не могу поверить, то, что этого нет. Когда люди мне говорят, типа этого нет, я думаю, ну, может быть, этого и нет, но что-то, все-таки это есть. Я это чувствую, да? Да. Вот практики А2, это там всякие цигуны, вот, раствори, еще, еще, еще и растворилось, ну, нормально. Ой, потеряла мысль, ты тоже хотела добавить к твоему то, что ты говоришь. А, да, вспомнила. Я когда маленькая была, там, лет 6-7, с бабушкой сидела, я ее доставала постоянно вопросами, это вот вообще. Я говорила, бабушка, а что, если не будет этой планеты? Бабушка такая, ну, космос. Я помню, тупо 5-6 лет лежу в кровати, там, уже темно, бабушка засыпает. Я там стащила пару конфет, а пожалуй, сосательные конфеты. Сижу, грызу бабушкой. Так, да доедай их уже быстрее, потому что... А я думала, не слышно. Но бабушка заснет. Бабушка заснет, я быстренько доем. Она засыпает, я там жду полчаса, достаю... Да мне доходило, что она слышит по подушке. Она такая, Наташа, доедай свои конфеты уже, наконец-то. И я ее достаю вопрос, бабушка, а что, если убрать Землю? Бабушка, ну, останется космос. Бабушка, а что, если убрать космос? Что-то останется. Хорошо, а если убрать... А, бабушка, если убрать Землю, останутся еще другие планеты? Хорошо, а если убрать и другие планеты? Останется там звездное небо. А если убрать звездное небо? Останется пространство, Наташа. Бабушка, ну, если убрать все, что останется? Это мне было 5-6 лет, я не могла, вот, ну, бабушка, ну, 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 где этот ответ, ну, вот, теперь я знаю, где ответ В детстве было очень перво шокировать взрослых, какими-то вопросами такими, или, наоборот, такими ответами Типа, как у нас умер родственник, я тоже лет там, ну, там, 6, когда все плакали, сказала, да вам не его жалко, вам себя жалко Супер Ну, ты можешь, бесчувственная, выйди отсюда Офигеть, вот четко, да Дедушка, когда умер, я вышла, ну, как обычный день Дедушка умер, я его и так чувствую, ну, отчего, ну, тело просто сдало, ну, нормально И играю в бадминтон, подходит какая-то старушка, а я играю, это радостное, дитё Она подходит и говорит, слушай, у тебя же дедушка умер, нельзя же так Я стою, такая, и вот здесь, да, я тоже уже начала предавать себя Такая, ммм, сделала лицо такое Ко мне подходит подружка, говорит, что с тобой? Я говорю, да там бабки, ну, докапываются, давай поиграем 15 минут, я с таким лицом, а потом будем нормально У кого еще были, кто как называл это? Как ты называл? Я пытаюсь вспомнить Уже где-то 12-13, я тоже называлась Соленная уже, но это было как-то уже Ну, я там уже заворачиваю Вычитываю, да? У меня было, типа, вот там есть там жизнь, там есть всякие там говно, наклассники, а есть все Лена Лена это хорошо, а наклассники они какие-то уроки Хорошо А вы как называли? То самое-самое волшебное Там 9-12 лет бегают, типа, улицы, и самое волшебное все время перед носом, перед носом А вот, нет Нет Были какие-то придуманные свои миры, а что было вокруг? А в придуманных мирах что было самое такое классное? Вот они сами были классные, а не это Ага А чем они отличались? То, что я создатель Так вот же Вот этот момент, то же самое Сознание, надеюсь, создатель Еще? Ну, немножко по-другому Я когда с миром общалась, я вот Вот отсюда То есть мне через голову немножко Вот отсюда я А что у меня тут? Встань, я спрашиваю, а они у меня плеча Потому что у меня вот это чувство, что у меня вот что-то такое вот есть А до головы, ну, то есть до сюда доходит, до головы нет А как в детстве ты это называла, вот это ощущение? Ну, я помню, вот, когда вот мамы дома не было, у меня вот как будто вот сужила Потом вот, ну, я не знаю, как это, как это носило Да, пульсировала, да Ну да А в детстве как ты это называла? Или это просто ощущениями было? Ощущениями было Ага, есть Так, кто еще? Кто еще? У меня тоже были свои миры И было желание отгородиться и создать что-то свое Везде, там, любую говорить Пойди сюда, пойди сюда туда Сделай так и так и так То есть свой конкретный мир, в котором я сама могу что-то претворять Все зачатки у всех есть В чем проблема? А тут у всех, кто в аудитории сидит? Или это вообще каждый на улице спросит То, что она ответит? Да, то же самое будет У кого-то будет И все будут на то, что создавать, создавать, создавать Ну, не могу сказать, как я называл Но могу сказать ощущение То, что вот этой свободы То, что ты можешь наслаждаться всем этим То, что тебя пытаются Ну, сначала ты ищешь такое чистое сознание Всему искренне радуешься Ищешься вот эти новые опыты Вот это твоя фантазия открытая Которую ты можешь себе представлять А вот если что-то говорить Конечно, тебя, ну, грубо говоря, обрубают Это неправильно А почему неправильно? А вот так принято в нашем здоровом мире Мы лучше знаем, да Вот А вот если вот именно там лет 2-9-10 вспоминать То вот этот опыт, который ты там Вот эта свобода перемещения Вот эта раскованность Вот сейчас уже хоть я что-то пытаюсь там открыть Но все, раскованность есть в себе А раньше, я помню, открытый И вот этот мир Я как бы, я не боялся Я мог в какие-то там авантюры влезть Там, знал, что мы в википлетности Но я с интересом, с искренностью какой-то влезал Там Да, есть какие-то, может быть, опасности Или что-то еще Но это так приятно было Вот такие ощущения сейчас вспоминают Эх, вот Был такой Вот бы сейчас так А сейчас вот, как-то Ну, не знаю, запихнули, забили Но есть поднижки Свобода и свобода, раскрепощенность, искренность, да? Да Вот эта вот свобода, я бы сказал, да Которую тебя всю жизнь пытались лишить Да, 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 да И говорит, что этого нету И надо вот так В комнату запихнуть тебя и закрыть дверь И не выпускать Так жить надо, понял? Серьезный мужчина на стульях сидит Я не знаю, как вас зовут Артем Артем А у тебя как было? Я не помню Я помню, что в 19 лет я в футбол много играл Ну, наверное, это бы не было А когда ты играл в футбол, какое было ощущение сильное, вот самое? Я не помню, честно Не помнишь? Не помню, у меня ощущения Мне только это называл Меня в футбол очень сильно мерили И еще не верили И там учили молиться на ночь Я помню Я там усердно помолился Меня отворили потом Я там засыпал, пока молился Ну, я не помню, что это я чувствовал Я не помню Поэтому, ну, наверное, тоже я это чувствовал Переживал, все это переживали Просто не помню, как это А кроме футбола, какие еще были увлечения в детстве? Такие самые-самые яркие? Ну, вот в возрасте 9-15 лет, наверное, каких больше? А, до 9-ти, может, до 14-ти лет Ничего, от какого особенного А сейчас? Сейчас? Ну, сейчас нравится на природе гулять, будет там Ну, ты тут переживаешь чувства Какое? Я, естественно, всегда боюсь называть это чувство единства со всем сущим Потому что, мне кажется, это натянута Ну, как Ну, приятное чувство какое-то Как смотришь там на небо или на деревья какие-нибудь там, солнце Ну, или музыку там слушаешь, как там Тоже танцевать пытаешься, как под музыку там, приятное там, эхмичное Я не знаю, как это назвать Ну, это классное чувство какое-то Я не знаю Я не хочу его никак не назвать Просто я живу тогда Вот вчера тоже был момент Я был там в природе и прям сильно выражал эмоции и гнев Но я не могу сказать, что это боль То есть я не знаю, что под болью других понимают У меня просто подавленная эмоция была И я выражал ее гнев Но у меня было почему-то то же самое чувство Я не могу сказать, что это плохо Я им тогда жил И я так эмоций не выражал У меня был такой опыт до этого Но в последний раз я, может, несколько уже недель Может месяц у меня жалко, как эмоции Это было просто Вот я жил, ну там гнев, ну там я матерился там Или просто там что-то говорил, да Но это была, ну это жизнь была Я просто чувствовал какую-то тоску Потому что у меня был страх Когда я это чувствую Когда меня опять вот этот гнев бросал Потому что я Ну не хотел, как сейчас Не хочу возвращаться туда В это состояние, когда ты Просто бездумно, как идешь там по лесу Или, ну мне казалось нормально Что ты идешь по лесу И ты ничего не чувствуешь Ну просто тупо идешь по лесу Да, что Ты же взрослый человек, что там чувствуешь Ага А сейчас как это? Ну сейчас А сейчас, когда идешь по лесу? Ну сейчас я себя чувствую Чувствую себя ловить То есть это Можно назвать это Как неприятное ощущение Просто когда ты созерсаешь там Красота природы Ну это как-то звучит Мне всегда кажется Что ты натянутый Я стараюсь не называть это как-то А просто вот Ловить это ощущение Окей, не называем его никак Все нормально Ну вроде все Спасибо Женщина в белом Я не помню Ну А сейчас Я пытаюсь вспомнить Но не помню А сейчас Что Какие Сейчас радость Нет Какие увлечения вот есть сейчас В которых вы участвуете И появляется чувство свободы Ну например Когда я фотографировала Я абсолютно свободна То есть я Не замечаю вообще ничего вокруг Я могу сесть Я могу лечь Я могу Все что угодно сделать Я в этот момент Как я Отличность Отсутствую Я не знаю где Я растворяю Вот так Вот это действительно Такое увлечение Что Я потом Однажды У меня была такая ситуация Где это за гланц Около вечного дня И там есть такие парапеты Где Ну вот эти вот Города героя Да И там значит Лужа такая Вот на этом самом парапете И отражение Вечного огня И я значит Со своей камерой Там Вот так Позы Абсолютно никого не вижу Поворачиваю Вдруг глаза На меня значит Такая камера Направлена С Ну С Зум объектив Такой здоровенный И я значит Этому фотографу Ну поскольку мы Одно сообщество Да Я ему говорю Сейчас я заканчиваю Такая удача Такая удача Это лужа Он мне тоже говорит Да Такая удача Класс Класс И я понимаю А я с рюкзаком С этой камерой Да Вот так вот Вот так Я понимаю Что я-то снимаю Этот вечный огонь Когда у меня все отражается Это вселенная Отражает Своя душа А он Снимает Меня Вот это вот Вот действительно В этот момент Я забываю все Ну вот себя В 12 лет Я не знаю Я просто не помню Я даже пыталась Это вспомнить Вот Ну Потому что действительно Работаешь сейчас Со своим сознанием И даже увлечение Какие были увлечения Были в детстве Не помните Ну там не знаю Любили рисовать Не помню Не помню Какие-то были такие всплески радости Или всплески Обиды Какой-то Да Вот тебя наказали Там Я помню Что я хотела уйти из дома Например И помню Что я там Почему-то На рынке Покупаю себе еду С которой я уйду в лес Вот это ощущение Было Супер Я помню Что я подошла К какой-то старушке Она продавала Типа зелень Которая мне была Абсолютно не нужна Но чувство жалости К этой старушке Вдруг меня так пронзило Что я там На какие-то 20 копеек Купила этот Пучок зелени Или сколько он там стоил Я даже не помню Но вот это вот чувство Что вот Мне ее жаль сейчас Вот она стоит Несчастна с этим Пучком зелени А я могу ей помочь Вот почему-то меня так Это пронзило И я купила этот Почему-то не знаю Вот какие-то всплески Только в памяти есть Ну чувство общего Вот детство Оно окрашено вот этим Его нет Окей, хорошо Вспомнил? Да ладно Задумчивая девушка в черном Я помню, что в детстве Я мечтала постоянно То есть Живала в своих фантазиях Мир казался Сказочным Интересным То есть Все было каким-то Загадочным То есть Везде хотелось Лезть Посмотреть Узнать Попробовать В хрестном Всегда мечтала Живала в своих мечтах Мечтала о том Как я буду жить Какими мне будут Лошади Вот Я все уследую Вот Занялась Конным спортом Вот Когда я на лошадях ездила Я чувствовала Такую лошадь Как чувствовала Я все лошадь Я обожала Но, честно, Божая тоже Вот Чувствую свободу Такой Вообще Супер Вот Но Сейчас, конечно Такой сказки нету То есть Мир какой-то кажется И не жестокий Иногда Иногда И радостный И когда на лошадях Сейчас Сейчас езжу Есть это единство Да Есть это единство Это На самом деле Хобби Который Крайне бросает То есть Мне очень нравится Спасибо Но сказки Это нет Конечно Это в детстве было То есть Представим Сказки Сказки Все так классно Здорово Интересно Нет Спасибо Девушка Рядом Задумчивая Девушка В черном Я рисовала В детстве Помню У меня был Такой момент Я не думала Вау Почему Вы в этом мире Люди летают Ничего не достойно Офигеть Я очень любилась Эти феи И эту Девушку Ну сейчас Не забывайте А как это чувство Ты можешь Ну ладно Назвать Или описать Свобода И искренность Когда все живое Когда я творю Так Катя Катя А у тебя как было? В детстве Все что я делала Оно было Настолько Интересным Зазначало мне полностью Я чувствовала Единство Совсем Я даже Как ты Не замечала Раньше Сейчас я просто Вспомнила Как взял В этих спинах И у вас Действительно Я чувствовала Единство Потом Из-за Отношений С отцом Я закрылась От вселенной И перестала Ей доверять До сих пор Я чувствовала Зазначаю Не закрою Адинство Я зу До сих пор чувство недоверия, то есть во всем, что я делаю, и даже если я нахожусь одна, что это недоверие ко вселенной. Из-за папы. А вот в этом недоверии, вот у тебя есть это чувство единства, которое ты помнишь, если в этом недоверии, в это недоверие попытаться поместить это чувство единства, хоть чуть-чуть, но оно обычно может боль еще сильнее поднять. Не знаю, как это сделать. Вот это недоверие, ты можешь представить, оно как чувствуется, какая боль? Как бы непонимание, почему, почему так, почему со мной так сделали, почему со мной так поступили? Ты это чувство испытываешь сейчас? Можешь почувствовать, как вот маленькое сияние начинает разгораться сильнее, вот та самая вселенная. Потому что это непонимание рождается из момента, что ты вот именно в папе не хочешь видеть вселенную, когда не понимаешь, почему большая тетка с большими бантиками, вроде добрая, классная, дома смотришь, доверять можно, приходишь сюда, смотришь с этой стороны, бухает, заметно бухает, и когда ты не видишь в папе вселенную, можешь попробовать понять, вот есть папин лицо, есть папин образ, который вызывает эту боль или ненависть? Или само чувство этой несправедливости? Нет, он конкретный человек не вызывает никакого чувства. Нет. Именно поступки. Поступки? Да. Помнишь, мы вчера говорили про предназначение и про навыки? Помнишь? Ты училась после школы где? Ну, учились в университете. В колледже? В колледже. В колледже. Вот представь, у вас были практические занятия в колледже? Нет. Вот ты на практических занятиях. Там, например, вам в паре нужно что-то сделать. Не знаю, там, например, вот химия там лабораторная, ну, просто. И человек там наливает в сосуд, вернее, ты наливаешь там один ингредиент, а он наливает второй. И ты не понимаешь, ты чего делаешь? Ты как так можешь? Ты и папа – партнеры на практике, да? Тебе необходимо наработать навык, один определенный навык, как в колледже на практике. В лабораторной работе делали лабораторные работы или что-то вот с партнерами вместе? Или не было такого? Не было. Ну вот представь, вот смотри, у нас с тобой задание. А? Представь? У нас с тобой задание. «Я делаю ужасные вещи, а тебе нужно прочувствовать, что я – Вселенная». Знаете, как прикольно так? По ту сторону дома, когда находишься, создаются такие, например, сферы псевдо-реальности. И отрабатывают. Заходят два существа. Один говорит, так, сейчас я буду очень-очень плохим, а ты давай верь, что я – Вселенная. Ну, реально. Мне там будут… «Катя, как ты можешь? А ну? Я не поняла. Ты что? Ты еще и поешь, да? А ты еще и танцуй. Ты еще и рисуешь. А ну, конечно же». Я вызываю в тебе вот агрессию. Боль, говорю, такая, как ты, не должна существовать. А тебе нужно увидеть во мне Вселенную, отпрактиковать это. То есть там воплощаться, там уже гайки. Там, если здесь не наработаешь, туда идешь, а с тобой происходит, и ты такая… «Ой, да, это же не Вселенная, это страшные люди». И представь, вот трехмерная сфера, ты дома, все в безопасности, ты понимаешь, как виртуальная реальность. Сейчас выйду отсюда, и я снова дома, все окей. Это просто очень все реальное. И вот мы с тобой практикуем. Самая большая боль, когда тебе говорят, что такая, как ты есть, ты не имеешь права существовать. Недостоинство. Недостоинство жить. Вот ты есть такая, да? Вот ты Катя. Ты любишь петь, любишь танцевать, любишь рисовать. Ты очень нежная, очень хрупкая. И потом, вот в этой сфере тебе говорят, такая, какая ты есть, ты не имеешь права жить. И вот здесь вот, вот в этой самой боли, вот в этом самом конфликте тебе необходимо увидеть во мне, в говорящем тебе это, вселенную. Расплываются черты лица, большая тетка вместо Наташи. Ты говоришь, вот почти получается, почти получается, но ты мне такую хрень говоришь, у меня не очень выходит. Это все только игра, но она очень реальная. Это представь, как если бы сейчас можно было, я беру тебя за руку. Ты там снимаешь очки и говоришь, блин, ну вообще, мне еще практиковать и практиковать. Я говорю, Катя, возвращаемся. Раз, и ты снова здесь. А там дом. Там все нормально. Здесь ты находишься, ты забываешь об этом. И ты говоришь, это реальность, другого места нету. Я говорю, просто нужно там очки снять. Потому что я понимаю ты мозгом, но боль-то все равно остается. Боль остается до тех пор, пока ты не практикуешь, что вот я, которая тебе эту хрень несу, вселенная, и при этом я не бухаю. Тогда вопрос, зачем я это делаю? Что я тебе этим хочу сказать? Смотри, я могу представить, что ты вселенная, но я не доверяю вселенной. Мне такое жутко идет недоверие. Потому что, потому что, смотри, была вселенная, да, вот стало, было все сущее, как я вчера показывала. Было все сущее. Потом папа сказал, что такая какая ты есть, ты не имеешь права жить. И стало все сущее и папа. И ты говоришь, я не доверяю этой вселенной, потому что я четко знаю, должно быть все сущее. А я вижу все сущее и папу, и понимаю, это какая-нибудь лажа. Ну здесь подвох, посмотри, все сущее и папа, как так может быть? Ведь мы все одно. Мы же одно, одно сознание, одна нежность на всех. И это же нежность текла через твоего папу в каждом поступке. Вопрос лишь в том, что в какой-то момент ты и решила прекратить воспринимать эту нежность через него. И вот именно через нежность, которую ты не воспринимаешь, да, ты видишь, ты видишь то, что он делает, ты не видишь, кто он. Ты видишь поступки, но не видишь, кто эти поступки делает. Ты видишь костюм, но не видишь, кто в этом костюме. Да. Попробуем еще раз через пару времени. Ой-ой-ой, жарко, жарко, жарко. У нас-то когда папа с мамой ссорились, сейчас расскажу подробнее. У нас-то когда папа с мамой ссорились, и вот они только начали там видеть прошлые жизни, все классно, атас, вау, всем нравится. А потом у них начало включаться чувство вины. Видят свои прошлые жизни, там какую-то хрень делают, да, там кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то ненавидит. Например, папа сидит с чувством вины. И вот чтобы посмотреть на это со стороны, я все время давала ему такую вот аналогию. Я говорю, пап, ну смотри, ты там по ту сторону, дома, мы семейно прикалываемся, мама это девочка с энциклопедией, а папа мальчик с пропеллером. Потому что мама всегда все читает, все знает, а папа бегает такой, нужно еще, нужно еще, и это сделать, и это сделать. А я девочка с бантиком, я просто хожу такая, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот как здесь. И мы вот так вот семейно прикалываемся, что мы там с мамой проходимся, мама там с большой книжкой, и папа такой бегает из воплощения в воплощение. Мальчик с пропеллером. То есть мы создали вот такой образ, он наполнен эмоциями, он наполнен любовью, нежностью и юмором. И на этот образ всегда можно, ну в этот образ всегда можно войти, когда вот это чувство вины наступает. Папа видит, что он там с мамой что-то ужасное сделал, там, ааа, смотрит на маму, у него чувство вины, Люда, прости. Я говорю, пап, вспомни себя, мальчик с пропеллером, говорит, можно еще побольше бонусов, можно еще побольше навыков, можно мне того-того-того, я хочу этих двух дам перегнать по всем очкам. И вот это помогает выходить из вот этих вот состояний, когда я не могу увидеть здесь вселенную, я не могу простить кого-то, я не могу выйти из самого состояния ненависти или самого состояния обиды. Просто попробуйте представить себя, какие бы вы были дома. То есть это папа с мамой назвали меня там девочка с бантиком. Вот. А может там не девочка с бантиком? Я себя, например, да, например, там воспринимаю там девочка с крыльями. Вот. Папа с мамой согласились, мама девочка с энциклопедией, папа пробегает такой, ду-ду-ду-ду, Люда, она его по голове там, був, и беги дальше. Все, га-га-га, на полвечера. И вот вспоминают прошлые жизни, входят в чувство вины, приходит Наташа и начинает напоминать. Вы помните? Девочка с энциклопедией, мальчик с пропеллером. Сидит мальчик с пропеллером и говорит, девочка с энциклопедией, не прости меня, я тебя в той игре убил. Вот этот абсурд помогает снять напряжение. Нет, ну нормально, это как, знаешь, сели на пару, на двух компьютерах, в разных комнатах, поиграли в Диабло, там, например, или там, не знаю, там парная боевая стратегия. Он меня укокошил, я выхожу из комнаты, говорю, ты что, офигел? Он такой, эй, Наташа, это уже не игра, успокойся. Здесь так же самое, вот это игра, вот это игра. Дома, ты, тоненькая там девочка с каким-нибудь, например, зонтиком, который такая ля-ля-ля-ля-ля и летает над облаками. Не знаю, как ты себя ощущаешь, там, этот образ помогает выйти из непринятия этой реальности, непонимания того, что это все вселенная. И это реально очень спасает. Опять ссорятся, я прихожу и даю какую-нибудь смешную аналогию, там, вот, девочка с энциклопедией опять берет мальчика за пропеллер и говорит, куда пошел? Га-га-га-га-га. И вот в таких вот моментах. Вот этот вот юмор, восприятие жизни с юмором и с абсурдом реально спасает, чтобы можно было посмотреть на это все с другого фокуса. Ну, например, меня это даст спасать, я понимаю. Те, кто не чувствует этого и не помнит этого, наверное, на вас это может не сработать. То есть там, папа с мамой тоже этого не помнят, но я, получается, как мост доверия. Да, я там им описываю дом, там, папа плачет, мама такая, да, это все известно, я тоже знаю там это там. Я просто Наташе верю. И вот там с папой и с мамой это получается за счет того, что они мне доверяют. И я вытаскиваю их из этих вот состояний тем, что, ну, вспомните, ну, вот есть дом, ну, вот, ну, ну, чего вы. Сняли очки, бас, мальчик с пропеллером, одел, Женя Северский. Здесь он такой, оооо, здесь снимают. Что еще сделать надо? Это к чему? Это к тому, что если ты найдешь вот то свое детское самоощущение, ты говоришь, ты проживала единство, ты чувствовала это единство в детстве. Какой образ у тебя там себя? Какой образ? Как ты себя ощущала? Какой ты себя ощущала? И когда происходит эта ситуация, Марат, помнишь, ты говорила, как мы прикалывались, типа, большие сияющие сознания. Таким, давай попробуем сделать сценку такую мини, просто спонтанно там. Я на тебя обижусь, а ты на меня наедешь, так с матюками, хорошо, обстоятельно. Ну, два больших сияющих сознания сейчас поссорятся тут. Ты так и желательно так, с физическим прикладом. На, бабу тебя будешь бить. А мне нечем защищаться. Ты че подходишь? Ну, чтоб тебе приветствовать. Приветствовать, да. Скотина. А, это мне сейчас надо в роль войти, блин, я ж помню все. Вот сложно, когда все помнишь, кто ты и откуда ты, вот сложно войти в роль, да? Ну, потому что прет на ржачку очень сильно. Так. Представь, ты мой папа, да? Ты папа, понимаешь? А, ага. И ты понимаешь, смотришь на меня, я тебе очень не нравлюсь, ты говоришь, вот такая ты не должна быть. Ты видишь себя? Ты даже жить недостойна. Ну, посмотри на себя. Вот лучше бы поменяли на другого ребенка. Офига себе. Такое. Ну, давай, ты такой. Наташа, ты такая какая ты есть, не должна быть. Лучше, чтоб тебя не было, ты знаешь, ты вообще, посмотри на себя, какая ты родилась. Ты уродливая, посмотри на себя. Два огромных сияющих сознания, вот в этих телах, занимаются херней, да? Ты уродливая, я тебя не люблю. Лучше, чтоб ты сдохла. Лучше, чтоб ты сдохла, ты слышишь меня? Иди отсюда. Че ты ноешь? Ты че ноешь, смотри? Смотри на меня. Не надо меня бить, ну. Два огромнейших сияющих сознания играют, вы понимаете? И играют. Ну, как только. Да, серьезно. Что серьезная тварь или то, что мы играем? Серьезно играют. Да, наша задача как можно реалистичнее играть. Ладно, вам еще везет, вы это забываете все. Вот реально, здесь вам везет. Вы забываете, кто вы. А мы вспоминаем. И что нам нужно делать? Разговариваешь с вами? Нужно же делать серьезное лицо, правильно? Нужно вы серьезно говорите о своих проблемах. Да. Конечно. Еще что-то. На ржачку прет очень сильно. Потому что все время понимаешь, огромнейшие вечные сознания, такие да? Уааа. Все такие, говорят, ах... Меня мама не понимает. Мой любимый вчера опоздал на 15 минут на свидание Я смотрю на себя в зеркало, а утром у меня кривые зубы Огромнейшее сознание Заморачивается Оно хорошо входит в игру Но в этом же фишка, правильно? А какой смысл играть? Какой смысл играть, если все время помнишь, кто ты? Ну ладно, есть смысл играть Но нет смысла, когда другие не помнят Ну и тоже есть смысл, в общем-то Все время есть смысл Но, вы не помните, вам не надо притворяться Вам реально не надо притворяться Вы не помните? Вы не помните Вы ведете себя так, как будто вы не помните Вы смотрите на другое сияющее существо и говорите Ты сволочь, понял? Я тебя ненавижу, ты сам тварь Иди знаешь куда? Да ты охренела Знаешь, сколько я сил набиралась, чтобы сказать тебе это? Папа Страшно Страшно, какая ты выросла, ты посмотри на себя Идиотка То есть, когда я себя помню, меня просто рвет на части Этот, ведет серьезный, говорит, а я нет Мне приходится притворяться Вот где здесь справедливость? Ну мне теперь приходится каждый день притворяться нормальным человеком Что ты ржешь? Кстати, внутри ржешь Нет, папа Мне очень больно Очень больно Что ты рвешь? Сволочь! Ого! Кого я вырастил? Где мы рим? Не надо, пожалуйста Пожалуйста, не надо Все, я больше не буду Хочешь баунти? Баунти? Все, я не буду больше Не буду я вечным сознанием больше Буду такой, как ты, притворяться Все, вот смотри, видишь? Да, да Начинаем меня любить сразу Сразу одобрение О, хорошая моя девочка Ты не вечное сознание Ты просто Наташа Просто Наташа Иди помолись Богу Иди сделай там какие-нибудь дела по дому Поняла? Да, папочка Все, молодец Хорошая девочка Так происходит предательство себя Предательство себя, как сознание Он меня гасил, капитально Я сжала Мне было прикольно Он так загасил Я поняла Я потеряю тело В какой-то момент Сдалась Да, я подумала Ну, наверное, это того не стоит Попробуй вот так То есть я никак не могу найти к тебе подход Я с тобой и вот так И вот так И вот так А ты меня не слышишь Я думаю, ладно Если я вечное сознание То Если я забуду себя там На 10, 20, 30, даже 100 лет Или жизни Это ничего не изменит Я что, вечное сознание Я это никуда не деваюсь Правильно? Это как У вас есть миллион долларов И вы идете по улице А у вас в кармане только 100 И вот если человек Он подходит и говорит У вас есть 100 баксов Вот позарез надо Вот спасти человека Да? И вы понимаете Вот у вас больше сейчас При себе денег нет Даже на машину Не на маршрутке Нигде нет денег Но у вас есть миллиарды В какой-то момент Все равно вы до них доберетесь Правильно? Есть паспорт Есть паспорт Вы говорите Окей И отдаете ему 100 долларов У вас больше ничего не осталось Но у вас есть паспорт Вы всегда можете прийти куда надо И сказать Я такой-то, такой-то Отложите, пожалуйста Мне там На маршрутку Я доеду туда-то И получу доступ К своим деньгам Все Здесь так же само Я знаю, что я вечное сознание Я абсолютно ничего не теряю Ну кроме вымышленного времени В годах И я думаю Ну ладно Если он так меня не слышит Я попробую по-другому Как в НЛП Нужно подстроиться под человека Войти в его карту мира Чтобы он услышал И тогда я вхожу в его карту мира Я говорю Я больше не буду вечным сознанием Я буду маленькой Серой Недостойной жизни Девочкой Такой, какой ты меня видишь Чтобы ты мог меня услышать Предательство себя Закрывается единством Моментально И мир начинает тускнеть И превращается в картонный Все Папочка Да, Наташенька? Да Спасибо, ты так многому меня научил Да Где мой ремень? Все же хорошо Ты опять что-то хочешь сейчас мне сделать, да? Сейчас хочешь свою тему старую завести? Нет, 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 нет Я маленькая недостойная, я знаю Я знаю Что нужно пойти сделать? Ты посуду помыла? Сейчас пойду помыла В комнате убрала? Убрал Уроки сделала? Сделала, папа Молодец, спать иди Иду спать Все Я ничего не теряю при этом Это только снаружи кажется, что я потеряла абсолютно все Я ничего не теряю Спасибо На, ремень забери, чувак Хочешь сказать, что я кушаю ремни? Я ремни-едка, да? Вот Это к этому моменту Может это тебе как-то поможет Увидеть это немножко с другого ракурса Да, это как раз к тому, что я сегодня и поняла Прикольную глобальную вещь То есть смотрим Да, подожди Я еще тебя не спрашивала Как у тебя было в детстве с 9 до 12 С 5 до 12 У меня, скорее, было 5 лет Я жила устроительной И вот до 5 лет я реально как бы, как сейчас вспоминаю Я пребывала вообще в другую А когда меня уже забрали в 6 лет родителя к себе То есть так они чисто в гости приезжали Я даже эти моменты не помню Вот Когда они уже забрали меня к себе То потом пошли какие-то такие ощущения Такие мысли, что Блин, я приемный ребенок, я не здесь нахожусь Вот Потом была уже полная желтая, собственно говоря Потому что я не знала, как с ними общаться Я не понимала, что вообще за Лена Почему, в общем, зовут себя мама с папой Когда я понимала то, что Ну вот, есть другой мир Там просто все классно И вот сам вот этот мир, он как бы является Матерью, наверное Вот А это само чувство, которое ты испытывала, когда ты Ты была в этом своем мире Какое оно приблизительно? То есть видите, по сути мы в детстве чувствуем, испытываем это ощущение А потом мы вырастаем и говорим, я никогда этого не чувствовала Не было со мной такого? Да вы что? Никогда Было Отлично было И мы даже начинаем вспоминать, как это было И вот это вот чувство Вот между тем, что было и тем, что есть Стоит одна простая вещь Предательство себя, как сознание Вот и все По сути, каждый из вас ничего не теряет, как вечное сознание Но качество игры меняется И вот вы приходите и говорите Я хочу сейчас изменить свое качество игры на то, которое было у меня в детстве Вот это вот ядро Предательство себя, как сознание, которое я показывала с Маратом сейчас Да? Я подстроюсь под тебя Я стану такой, как ты Чтобы я могла с тобой разговаривать Я становлюсь такой, как он Я отказываюсь от себя Я отказываюсь от себя, как сознание Но номинально Поскольку как я могу отказаться от себя Это как сказать Ну ладно, я отказываюсь от своей правой руки Ну и что из этого? Она что, отвалится, что ли? Не отвалится? Да, все нормально Это я играю Так же само и тут Между тем, что было в детстве Это обалденное ощущение дома Единства Тотальности Жизни во всем Свободы Искренности Всего того, что сейчас уже нету Или достигается моментами Конный спорт Какими-то сферами жизни Другой спорт Сноуборд, яхтинг У каждого свое И мы входим в эти сферы Наслаждаемся хоть чуть-чуть Этой деятельностью Потому что, по сути Дело не в деятельности А в самоощущении Которое уже потеряно А здесь все еще есть Есть подход Есть выход на это ощущение И тогда вся жизнь посвящается Вот этой деятельности Вся жизнь посвящается Деятельности Чтобы для чего? Чтобы получать чувства Заметьте, не создавать что-то А все еще потребительское отношение Ко Вселенной Я использую это отражение Я использую эту деятельность Для того, чтобы получать это чувство Чтобы снова и снова его проживать изнутри Это наркомания Причем сильная наркомания На единство Это ощущение рождается у вас внутри Вы способны его генерировать Каждое мгновение жизни Потому что, если вы его проживаете Вы способны, выйдя из этой сферы Нести его дальше Это также нелогично Что если я держу чай Я выхожу Я перехожу через порог И отпускаю чай Почему? Ну все же нормально Логично, да? Если я иду То я перехожу порог Я захожу на кухню Я все еще держу чай Если я хочу Я выйду на улицу И все еще буду держать чай Чай — это опыт Тот опыт, который у вас есть Посмотрите, как вы вспоминаете У вас есть это опыт У вас есть это переживание Вот ваш чай Нужно его не отпускать просто Не расслаблять руку И идти с ним дальше, дальше, дальше Из одной комнаты в другую Заполняя все сферы своей жизни А не только вот эти, вот эти и вот эти Потому что так получается Все ваше внимание Весь ваш огонь Направляется на то Чтобы находиться в этих сферах Не создавать что-то Не выражать то, что у вас внутри А насыщаться соприкосновением С чем-то снаружи А чего, с чем-то же прикольно Да? Я вам после 10 лет просто детство утонула в компьютерных играх То есть вот это ощущение Которое я там получал Именно за этими ощущениями Туда происходило погружение А все остальное как бы выпадало Сейчас я еще доспрашиваю У кого какие были А потом хочу спросить Вот про эту наркоманию У кого какая деятельность вызывает это ощущение Сейчас я еще спрошу у тех, у кого Я не спрашивала Про 9-12 лет, 5-12 лет Можно пораньше Пораньше? Можно пораньше Ну просто вот Где-то до 12-ти Вообще все было хорошо Так весело А потом как-то, ну Видать, я просто расслела И все проблемы в семье Стали на меня сильнее Убедять Я просто закрылась А что самое было Самое сильное ощущение в детстве Ну вот называли у кого-то Мечта была То если вытащить этот кусок Из твоего детства Мир станет картонным Мир станет ненастоящим Серым, неживым Ну, наверное, игра Игра Ну, когда начинаешь Там на дворе Во что-нибудь играть Тебя как захватывает Там все эти листочки Ты выбираешь Игра Создаешь мир Вот опять Создаешь свой мир Заметьте Создаете свой мир Создаете свой мир Создаете Слушайте, ну мы же создатели, кажется, да? А может, нет, да Мы маленькие такие вот Серенькие существа Не доставай ремень, папа Все нормально Я знаю, кто Я в курсе Спасибо Руслан, а у тебя как было? У меня Ну, в детстве, наверное, было чувство свободы Я был очень активным ребенком В этот период С 5 до 12 Я всех Классе строил Кладил Вася дырки Какие-то Какие-то Можно найти вообще Какого-то Не пассива Ну, наверное, чувство Интерес жизни Вот если его отнять Ну, да, тогда Буду Интерес жизни Спасибо Максим Да? Офигеть! То есть это вот создавать, да? Класс Ну, я довольно-таки начала Ну, в связи с тем, что у меня родители-биологи Мы очень часто приезжали В основном переезжали по северам Вот Мне удалось И посчастливилось пожить в Карелии И Наконец-то было Когда я пришлось на период Который мы говорим И тогда Я очень рано для себя открыла лес Семья была Ну, не слишком благополучная, скажем И для меня лес был Спасением Жесуя Очень рано напрашивалось взрослым дядям и котям Чтобы они меня брали И договорились с собой И Там я просто Ощущала себя Ну, вот Частичкой вот того Что он простет Да, или что он есть И я задавалась всегда вопросом Вот Вот зачем люди чего-то себе придумывают Зачем люди чего-то себе строят Когда Или там Когда вот Все есть Вот и выше Вот и все Вот Очень любила Лечь на спину Просто в небо И так, чтобы Ну, кусочки деревьев были Ну, вот До сих пор Я проношу все это чувства Через Ну, как Всю жизнь Был переваление Когда я о нем забыла Но Чем дальше Тем больше Я возвращаюсь И стараюсь Не езжать Или там Находиться На джоге Ну Аркад Это у меня Как сказать Это дает мне силу Дальше жить Поддерживает Да Поддерживает Спасибо Ну, я сейчас Когда пытаюсь вспомнить С самого раннего детства Мама мне говорила Что я была очень тихая И она часто вообще не понимала Куда я исчезаю Сидела в комнате И занималась Чем-то сама С собой Я вот не помню Этого возраста Что я там делаю Что я там Что-то видела Может быть С кем-то там играла Потом Очень рано Начала рисовать И все свободное время Я зарисовывала все Я зарисовала даже стол Я ложилась под столом Был такой стол Невысокий Я ложилась на пол Рисовала карандашом Так на крышке стола Все книжки Вот здесь вот На первой странице Рисованы такими Хоккаляками И потом я начала Писать сказки То есть мне кажется Тоже у меня вот был Какой-то мир фантазии Такой вот В котором я Угружалась Но при этом Опять же По маминым словам Стол меня оставить Там 5 минут Где-то во дворе И она возвращалась Здесь минут И у меня уже все были Друзья То есть Я смотрел Знакомиться с детьми Ну там В памяти 5 минут И что-то такое вот Какая-то открытость С одной стороны С другой стороны Такой погруженность Какой-то свои фантазии А сейчас Сейчас Не сильно я смотрю Все изменилось Есть еще Сейчас тоже есть Но сейчас у меня Прибавилось еще Какое-то такое ощущение Во время путешествий Когда я пришла В какое-то новое место И какое-то Например В здании Или объект Какой-то старинный И я вот подхожу к нему И я чувствую Прямо Какую-то вот эту Атмосферу Эпохи какой-то Вот мне еще понравилось Когда я была в Италии Когда я была в Японии И у меня приполняло Такое вот это Вот сознание Здесь и сейчас Какое-то Не знаю Ну тогда я не могла Объяснить Я просто не так Уже давно В общем-то Всем этим интересуюсь Вот именно Единство Какого-то Временного Такого Просто ты как-то Падаешь туда В это время В страну Другую Другую Эпоху Как-то Понимаешь Что все это Как-то Гораздо Ближе Чем оно Казалось Класс Класс Спасибо Причем Выравнивает так Что ты лежишь Не можешь сказать Как бы ни слова И ничего не можешь Сделать Чтобы идти дальше По этой корее Но как только Ты погружаешься Как бы Ну не реагируешь И на внешний мир Потому что на внешний Ну боль Физическая Она вызывает агрессию Только ты Расслабляешься От внешнего Смотришь внутрь То Ну тут же Все ответы Сразу То есть Там нет никаких Вопросов Ну Каких-то Сомнений И выборов Их Нет совсем Вот Ну и собственно Было пару лет Такого жестяка Пока я этого не понимала И потом все Ревнулось Очень Что же состояние А в детстве В детстве Ну у меня был период Когда я вообще Я до определенного возраста Себа вообще Не помню У меня только Потом появились Стыжки Типа я познакомилась Два года назад С одним человеком Вот После которого У меня как раз Я начала вспоминать Ну Я просто Если буду рассказывать То я буду Полным шизоидом Сейчас Потому что Там были Другие миры Там Ну для меня Ты точно не будешь Полным шизоидом Потому что Я с 5 лет Вторым восприятием По всем мирам Не закрывая глаза Бегала А потом Прочитала Там Это уровень Ситхов Читаешь Та ё-моё Ну нормально Просто Внимание Ну у меня просто Было еще Ну я сама Из Питера И была девочка Одна С которой Очень хотела Дружить Ну лучший Мой друг до сих пор Действительно Я знаю Что-то на всю жизнь И у меня Прямо было Такое желание Что-то узнать Что-то такое И показать Чтобы Вот точно Она со мной Дружила Вот только со мной Вот И я помню Что я там И водила Каким-то мирам Там в городе Я не знаю Честно Я была ребенком Может она просто Поражать со мной Тогда ходила А потом Погружились Вот Но тем не менее Тогда я прям Напрягалась Тужилась Прямо Все что только Можно ей показать Вот Ну чтение тоже Я всегда Когда читаю У меня нет времени Я могу Не есть Не спать Ну вообще Ничего И полностью Проживаешь Это вот То что там Да Да И мне есть такое ощущение От своей жизни Что она очень ровная То есть А когда слушаю Других людей Что у них происходит В жизни У меня просто Реальный шок Что такое вообще Бывает Потому что Ну я очень сильно Как бы за них Переживаю Очень сильно Ну любые чувства Все воспринимаю Как бы Воспринимаю Опыт Таким образом И Что-то рассказывает О своей жизни Ну для меня Она нормальная Для меня Она моя Родная Так может быть Для другого Твоя жизнь Будет для тебя Их нет С таким удивлением Как такое Вообще Происходит Ну Знаю Некоторые вещи Для меня Которые сейчас Для себя Открывают Ну Я даже Не думаю Что в этом Можно говорить Потому что Для меня Это нормально Нормальный Для кого Нормально Ходить по Другим Мирам Нет Руку Поднимите Вот Видишь Есть Три человека Которые Не удивятся И остальные Которые Будут Вот такие Глаза Это Расширит Ихнюю Карту Мира Они скажут А что Так Можно Кто-то Захочет Научиться Ну Просто Есть Фильм Аватар Который Ты говоришь Образ единства Есть Книжки Ну Фильмы Сейчас Не вспоминается Вообще Даже Ни одного Образа Из них Хроники Нарнии Самая Первая Книга Все Остальные Они Уже Такие Ля-ля-ля-ля-ля-ля Какой-то Сюжет Какие-то Детки Все Замечательно И Ванильно Вот И Больше Прорабатываются Какие-то Именно Психологические Моменты Просто Понимание Именно Мира То есть Нерелигиозное Просто Понимание Бога Дома И Там Очень Классно Есть Образ Именно Про Другие Миры Именно В этой Книге Там Рассказывается О смерти Миров О рождении Миров О том Как Они Попадают В разные Миры Как Образум Это Происходит Как Они Вспоминают Себя И Так Далее Я В детстве Нашла Для себя Эту Книгу Она Мне Была Очень Близкой Потому Что Когда Я Очень Хотела Маме Как Это Все Передать Но Мама Решила Что Она Православная И Повела Меня В церкви Я Параллельно Со Школой Училась В воскресной Школе Но На самом Деле Это Очень Классная Вещь Потому Что Она Дает Понимание Систем Нет Смысла Вытаскивать Что По Частям Когда Нет Стержен Внутри Потому Что Это Начинается Жесткая Каша В голове Горшочек Не Вари А Когда Ты Во что Ты Погружаешься Так Глубоко Но С умом И С пониманием Что Все Будет Хорошо Даже Если Погрузишься Все Нормально Ты Просто Хочешь Понять Ты Понимаешь Системы Ты Потом Любое Учение Смотришь И По Каким То Маментам Ты Уже Понимаешь Это Тебе Сразу Не Близко Все Все Одно И Тоже С Разных С С С С С С С С А Я Не Хочу Обидеть Я Просто Говорю Как Есть Мне Не Прикольно Подстраиваться Ну Да Прикольно Он Просто В эту Игру Меня Стягивает Дотягивает Дотягивает Я Вместо Твое Видео Про Отношения Показывала Единственный Вопрос Который Мне Задут Что Ты Делаешь Чего Ты Не Хочешь Я Говорю Да Делай Не В этом Дело В том Что Ты Живешь Тебя Нет Я Хочу Тебя В этих Отношениях Я Тебя Вижу Внутри Какой Ты И Я Просто Не знаю Что С ним Делать Таким Образом Единственное Что Ну Потихоньку Полегоньку Просто Нежностью Любовью Чтобы Он Не Боялся Ну Да Ты Его Очень Знаком Ты Видишь Человека Глубоко Внутри А Он Видит Себя Вот Этим Снаружи И Ты К нему Говоришь Ты Такой Прекрасный Он Говорит Что Ты От Меня Хочешь У меня Было Такое С прошлым Молодым Человеком Который Я Собственно Ушла Потому что При Вашем Соц С этим Человеком Ничего Не Сделала Потому что Такие Мои Реакции Я Получала По Лицу Или У меня Души Или Меня Запихивают В машину Закрывает Дверь Несмотря На то Что Проявляла К нему Любовь Бесила Его Еще Больше Потому что Он Манипулятор Очень Хороший И Он Понимал Что Соответственно Я Чего От Него Хочу Я Куда Пробираюсь А Туда Куда Пробираюсь Не Надо Пробираться И Больше Всего Рвет В Олову Сейчас Именно Потому что В детстве Такого Нет Такой Разницы О Том Что Человек Внутри Что Он Думает Что Он Говорит И Что Он Делает Раньше Это Было Растянуто По Времени Понимание Человека А сейчас Когда Я Вижу Сразу Что В Внутри И Когда Он Что То Мне Говорит Я Не Слышу И Он Что Начинает Делать А Я С Нем Общаюсь Так Как Как С Тем Что Внутри Да И У Людей Бывают Такие Ситуации Начинаются Истерики Откуда Ты Знаешь Ты Видишь Мое Прошлое Ты Видишь Мое Будущее Нет Просто Ты Такое Что Я Сделаю Откуда Ты Это Никто Не Знал Что Такое Получается Иногда Приходится Расставаться С людьми Раньше Было Сложно Расставаться Сейчас Безвыходность Нет Не то Что Безвыходность Но Почему Если Человек Хочет Быть Без Меня Это Ради Бога Я Не Нужно Чтобы Он Был Рад Для Того Чтобы Чувствовать К нему Оно Просто Было И тогда Когда Я его Не Встретила Понимаешь Это Самое Сложное В партнерстве Понять Оно Не Начиналось Никогда Никогда Не Заканчивалось Если Он Сейчас Уйдет Значит Для Него Что Будет Лучше Сейчас Для Меня Что Будет Лучше Но Это Все Концентрировано За Два Года Так Ну Вот Я Так Вот Лет В Девятнадцать Когда Пошла На Карате И Я Начала Наблюдать За Людьми Хорошо Так Уже Нормально Это Было Такое Начало Эмпатии Всего Такого Капитального Когда Я Начала Сознавать Я У Себя Заметила Так Я Вот Тоже Смотришь На Человека Видишь Его Как Сознание Разговариваешь С ним Как Сознанием Натыкаешься На стену Непонимания И начинаешь Смеяться Я Например Смеюсь Когда Человек Обижается Весит Его Больше Всего Да Дозначно Возмущение Такое Ты Ну В смысле У него У него Истерика Ну Да Да Начинается Ну У нас Такое Сидение Ну Кресло Такое Мягкое Вот Я помню Один раз Была такая Истерика Что Он Так С Креслом Ты Истеричка Там Да Кто Из нас Да А я просто Лежу Вот так На диване То есть Я как Весь Наш Разговор Если Он Так Разговаривал Так Ничего Не Изменилось Он Оббегал Квартиру А потом Шуру Это Офигительно Знакомо И ты Гришь Чеку Ну Посмотри Я Сейчас Спокойно Какая Ты Спокойная Ты Посмотри На Так Это Ты Меня Довела Да А то Ты Не Поспоришь Да Потому Что Нет Фишка Не в том Что Довела Не Довела Как Сыря Была Эта Беседа Про То Что Человек Лишает Себя Чего Ради Того Чтобы Другому Человеку Было Ряд Ну Хорошо Не То Что Он Делает Делать Можно Понимая Что Другому Человеку Это Приносит Рад Вот Но Тем Что Ты Ограничиваешь Свои Какие-то Ну Возможности Сделать Что-то Для Себя Сейчас Вот И Тогда Человек Сознательно Считает Раз Я Так Делаю Значит Это И Жду Этого От Тебя Если Ты Мне Говоришь Что Ты Сейчас Этого Не Сделаешь Значит Ты Не Любишь Да И У Нас Красной Нитью Проходит Через Все Отношения Прекрасные Теплые Замечательные Интересные Отношения Ты Меня Не Любишь Ты Не Делаешь Мне То Что Я Не Делаю Сам По Отношению К Себе Ты Не Любишь Это Ты Не Хочешь Делать У тебя Нет Желания Сделать Что-то Для Меня Если Нет Желания Сделать Что-то Для Меня Значит Ты Не Любишь Ну Еще Нет Такого Понимания Как Ну Для Меня Всегда Если Что-то Хочу То Я Получаю Нет Такого Вопроса Получу Иногда Бывает Даже Так Что Перед Тем Как Ну Допустим Я Думаю Какое-то Собеседование Вот И Я Сетра Пока Я Сплю Я Для Себя Проигрываю Всю Ситуацию Прихожу У меня Происходит Все Именно Так То Я Сто Пять Раз Повторю Как Бо Заживись Пришли Сюда Листик Полетел У меня Ну Во сне Грубо говоря Он У меня Полетит Как Бо Так же Вот Я Прихожу Все Точно Так Все Замечательно А Ну Многие Этого Не Понимают И Считают Это Легкомысленностью Вот Но Приходится Показывать Фокусы Из Разряда Там Самый Минимальный Срок Исполнения Того Что Ты Хочешь У У Небло Пять Минут Вот Надо Ну Вот Эта Вот Сила Вот Это Вот И Она В Детстве И Сейчас же Да Но Только Ты Эту Силу Теряешь Если Ты От Себя Отказываешься Да Ты Сразу Беспомощен Стоит Только Вот Так Отказаться От Себя Особенно В Отношениях Это Видно Отказываешься От Себя Ради Вот Того Чтобы Человек Перестал Обижаться Даже И Ты Сразу Чувствуешь Как Оно Все Начинает Сжиматься Закрываться Тухнет Ты Перестаешь Тупо Быть Собой Здесь Вот Потому Что Ты Боишься Что Другой Человек Сейчас Обидится Он Не Хочет Себя Понимать Он Не Хочет Собой Взаимодействовать Почему Это Должно То Вот Для Меня Помощник Был Коммуникация Я Не Хочу Себя Предавать Я Говорю Я Остаюсь Чему-то Какому-то Пониманию Либо Мы Расходимся Либо Мы Ну Только Не Компромисс Пожалуйста Вот То есть Либо Мы Находим В Точке Взаимодействия Либо Мы Расходимся Потому Что Компромисс Это Кто-то Себя Все равно Предаст Ради Другого Ну Смысл Не Ну Просто Ты Идешь По Одной Другой 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 Да 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 Это И есть Компромисс Но Нормально И сделали Такую Фигню Через Два Года Друг Друг Прибили Потому Что Нахера Мы Это Сделали Ну Как Я Тебя Любила И Я Тебя Любил Великолепно Ну Сам Прикол Что Через Два Года Разошлись Еще Дальше Но Параллельно Уже Даже Не Своими Дорогами Еще Какими Третьми А Третьей Да 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 Я Просто Ну Когда Прошлое Отношение Заканчивалось Я Рисовала Собью Схему Рано По Годам Я Заморочилась Неделю Сидела Думаю Что Со Моим Так О Боже Все С тобой Так Не Ну Просто Когда Ну Ты Отказываешься От Себя У меня Просто Нет Такого Переходного Переода Что Несколько Раз Для Это Сдел У меня Сразу Появляется Такое Что Все Я Ничего Не Могу Мне Спросить Что Ты Хочешь Ничего Не Хочу Сразу Ты Любишь Рисовать Почему Ты Не Рисуешь Я Не Хочу Чего Ты Не Ешь Не Хочу Вот И Потом Если Все Так Я Не Поняла То Сразу Начинает Мое Живот Соб Разговаривать Очень Жестко Знакомая Ситуация Собственно На Этому Все Заканчивается Все Хорошо А У меня Было У меня Просто Я Не Могу Дышать Только Я Пытаюсь Отказаться От себя Придать Себя Как Будто Вот Как Если Грит Свечка И Комната И Если Из Комнаты Убрать Кислород Свечка Начинает Резко Вот Так Вот Тело Очень Четко Разговаривает С Каждым Из нас Просто У Кого То Реакции Очень Сильные Чтобы Сразу Было Понятно Тебе Даже На Миллиметр Нельзя Не Делай Этого На Миллиметр Не Отходи Не Отходи Не Отходи Тело Помогает Оно Выравнивает Уже По Одному Микро Миллиметру А Некоторым На Полтора Метра Нормально Отойти От Себя И Потом Снова Вернуться 20 Лет Жизни А Потом Еще Раз Отойти Себя И Снова Вернуться Еще 20 Лет Жизни А Потом Гроб Да Спасибо Очень Классно И Чего Ты Не Рассказываешь Это Все Зачем Нормально Мы Здесь Сидим Вообще Вот Ладно Кому Понравилось Нет Твой Рассказ Видишь Приключения Любая Фигня Ты Сидишь В Песочнице И Вау Происходит Что-то Делать Создаешь Это Фантастически Насыщенное Наполненное Переживание В которое Ты Вовлечен Столиком Потом Ты С Папой Пошел В кино Это Просто Запредельно Что-то Крутое Ты Пошел На самом деле Ты Пошел Километра До кинотеатра Ты Как Сходил В Папой Родители Воспринимаются Как Огромные Сияющие Существа Как Ангелы Вот Этот Он С С Тобой Идет Здорово Пошел Это Кино И Так И Происходило До Какого-то Момента А Потом Что-то Было Что Не Могу Вспомнить И Произошло Предательство Себя Не что было. И после этого все стало черное, темное и картонное, вообще не настоящее. И только воспоминание осталось об этом. И после этого воспоминание, оно только отблески воспоминаний, ты ловишь, читаешь, а, это очень интересно. Вместо того, чтобы заниматься приключений, ты читаешь книжки про приключения, как другие люди приключались. Зачем? И ты начинаешь ловить облески, ты схватил книжку, вау, как здорово, как классно там. Или ты там, не знаю, действительно какой-то экстремальный спорт, например, и ты там поехал за 3-9 земель, залез на какую-то гору, чтобы скатиться с ней на сноуборде, и на несколько секунд почувствовать это состояние, и ты такой, да, какая классная, а для тебя это вообще раньше было нормально, а сейчас ты только маленький вот облеск ловишь, потому что ты вот его как-то закрыл. Вот примерно вот так. Хима. Марат? Что, думал, тебя обойдем? Мы здесь все говорим про 5-12 лет. Мы с тобой об этом даже не говорили раньше. Что ты делал между 5-12 лет? Не знаю, я сейчас записывал что-то схоже, чтобы не могу вспомнить так, чтобы было, что такое особенность, что-то сто процентов. И девайс. Мне всегда нравилось читать. Я помню, у нас было очень много энциклопедий разных. Я просил маму, чтобы она все мне купила, и я их все читал. Это в каком возрасте? Ну вот в этом возрасте, там 9-7-12 лет. Аванта Плюс, энциклопедия, да? Да, все эти картинки, там биология, там очень нравилось мне про страны и про религии читать. Что-то, что если убрать из твоего детства, станет картонный, темный, бессмысленный мир. Бессмысленное детство. Что убрать, если из твоего детства оно станет бессмысленным, серое, ненастоящее, мертвое? Ну, вот мне хочется, если меня убрать оттуда, то будет... Суперски! Вот есть два человека, да, у которых есть туда доступ. Потому что я все время болтал сам с собой, и вот если бы у меня вот этого не было, то это было бы грустно. Да, это не то слово, да? Ну вот в этом... А это непонятно, что значит убрать из твоего детства? Ну, правда. А, ну вот, например, я не могу конкретно знать что-то вот, потому что... Ну, в смысле, какое-то занятие... Не-не-не, ну что вот это себя, это кого? Ну что? Что это за ощущение себя? А, не ощущение, это вот... Я просто сидел там сам с собой и болтал сам с собой. Угу. Убрался сам с собой. Вот если бы у меня вот этого не было, то... Ничего бы не было, да? Вообще ничего не было. Если бы тебя не было, вообще ничего не было. Вот в данном моменте, Антон, если бы тебя сейчас не было, этот картонный твой мир, он бы стал вообще несуществующим. Когда тебя не слышно с самим собой. Да. Как там? Контакт, спать и жрать. Вот если тут не скучно, помнишь, мы говорили? Вот это и есть то состояние. А можно вот вопрос? Вопрос, что убрать из жизни, да, если... Вот в детстве, если из твоего детства убрать самую главную вещь, оно станет серым, безжизненным, таким черным. Ну, надо сказать, что у меня детство было очень насыщенное, бурное. То есть я сама по себе была достаточно активным ребенком, хотя вот это не как бы не мешало моей маме, да, и у нас было трое в нее. И, в общем-то, несмотря на это, мы особо, ну, как, дискомфорта не доставляли. То есть она все время с нами занималась, и при этом мы прислушивались к ней, и, в общем-то... У нас будет большой спектр. Да, был большой спектр, и, в общем-то, вот, что касательно того, что в моей жизни там можно было убрать, то есть, с одной стороны, это было творчество всегда, то есть я всегда чем-то занималась, мне все было интересно, там, и танцы, и макраме, и шахматы, и выжигание, и вот я вот... Все-все-все, вот, наверное, все кружки, которые вот были в Дурной культуре, я на них на всех побывала, и во всех там конкурсах участвовала, там куклы мы эти шили... Офигеть, вот это детство, мы вообще тут-в-дву. То есть, действительно, и потом это переросло уже в какие-то там танцевально-театральные коллективы, то есть шоу какие-то ставили, часто там в открытиях олимпийских игр. А вот это чувство, когда ты занимаешься разным-разным творчеством, какое это чувство? Ну, вот созидание, то, что вот ты что-то делаешь, что-то вот оно людям нравится, люди вот хотят тоже так же, то есть тут еще что-то. А ты? Тебе нравится? Мне, конечно, то есть мне вот нравился и сам процесс, и вот то в процессе, что привлекаешь других людей, они тоже вот вкладывают частичку себя, и это что-то всегда необычное, что-то всегда новое. До этого не происходило. Это, конечно, вот мне... И сейчас вот я, вот чем бы я ни занималась, у меня очень много разных направлений в деятельности, и я стараюсь их как-то вот и сочетать, потому что, ну и они сами сочетаются. То есть я, ну, в процессе все это, да, вот трансформируется во что-то такое действительно... Невероятно, да. И мне нравится именно то, что оно вот именно новое, вот оно вот и что-то, что-то такое создаешь, чего раньше вообще не было. Так, кого я еще не спросила? Владимир, а у вас как было? Нет? Не трогать вас, да? Окей. Девушка в розовом. В период с пяти до двенадцати лет детства вот, которое, да, помнишь? Не помню, вот что у вас будет, не помню. Подожди, подожди, подожди. Даже ощущений не помнишь никаких? Нет, но ощущения не помнишь. Какое самое сильное ощущение? Если его убрать, то там вообще жопа будет. Самое сильное ощущение? Да. Ты помнишь, чем ты любила заниматься в детстве, хоть отдаленно, вот? Пасти гусей. Какое ощущение? Ощущение какое? Не трогайте меня, папа меня заставляла, а я убегала. А вот когда ты пасла гусей, вот что было с тобой, вот что ты чувствовала? Это было соединение как бы с природой, я уединялась, гуси танят за себя, как везде, я сама на перепонтанная. Поэтому это было вот уединение, но до сих пор у меня, если мне его не хватает, то у меня полная задница. То есть если я постоянно загружена чем-то, то есть семья, да, 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 да. Если у меня нет своего пространства, какого-то кабинета, где я сама где-то на природе, или еще где-нибудь уединенная, просто чтобы пообщаться сама с тобой, это все меня накрывает. Так классно, мне нравится, огромнейшая вселенная в пространстве. И Сид говорит, если я не найду место уединения, я это все, это полная задница. Ну, какой-то раз я на чем-то загружен, так как это компьютер работает, вы нас включали, наверное. Просто сейчас очень четко увидела аналогию. Огромнейшая вселенная говорит, мне нужен личный кабинет в этом огромнейшем пространстве. Истайку гусей. Истайку гусей, да. Отлично, невероятно, суперски. А теперь давайте глубже. Найдемте нашу наркоманскую деятельность. Кто хочет обнаружить свою наркоманскую деятельность? Где он подсел на это чувство, детство с него не слатит, именно поэтому до сих пор это чувство в детстве не заполняет всю его жизнь. Кто хочет найти? У меня есть. О, уже нашел. Ну, я давно на самом деле знаю, у меня последний где-то год страшная наркоманская деятельность читать там ВКонтакте, допустим, всякие записки, всяких посвятленных. Антон, он тебя читает. В том числе, да. О, видишь? Я не играю. Ну, не знаю, не посвятленных, просто люди, которые, ну, такие... Вот видишь, не знаю, не посвятленных. Просто такие сильные люди, которые, ну, что-то здесь на себя как-то пишут, что-то вот, ну, что-то такое пишут. Ну, когда-то у меня тоже, где-то лет десять, я играл в компьютерном игре тоже с утра до вечера. У меня было прям с утра, я иду в школу, думаю, как я вернусь, буду играть. Прихожу, играю, там, вожусь спать, играю. Потом это как-то пошло. Потом в середине, я даже не знаю, что делал. Но вот я сейчас основное такое... Основное наркоманское занятие вот это. Я вот когда на это не как-то думал, я, в общем, как-то понял, что это происходит как-то так. Я, когда читаю, ну, что человек пишет или что он говорит, я как бы чувствую, ну, его внутренняя целостность, его внутренняя самодостаточность. И вот это чувство, которое берешься внутрь себя, вот именно оно мне как-то очень спотраивает, очень дает чувство радости. А если забрать у тебя это, то, что останется? Ну, представляешь... Если не смогу его больше ощущать? Нет, если больше не будет заметок просветленных людей. Грустно не будет. Книг не будет просветленных людей. То... Они все спрячутся в Гималаях очень далеко под землю. То как-то придется как-то... Как-то в жизни это все решительно уже... Да? Вот что нужно всего лишь сделать. Нам всем нужно исчезнуть, чтобы ты наконец-то начал действовать. Вот именно. Симон из комнаты. Ну вот. Мне нравится, как говорят, слушайте, а что в этом... Наташа, что ты так много пишешь о себе, о своих опытах, о своих мыслях? Я говорю, слушайте, если больше... Если вот те люди, которые чего-то достигают в жизни, не будут об этом писать, не будут об этом говорить... Как вот... Как бы я узнала? Я прочитала там у Вишну Дева там разные там трактаты... Вернее, я нашла там эти древние трактаты. Там ту книжку, там ту книжку. У меня вставила эта книжка. Нашла чужой дневник, вставила вот это, вставила вот это. Если бы я вот этого не прочитала, я бы даже не знала, что так можно. Сам факт. Я бы даже не знала, что так можно. Не вижу... Вот есть люди, которые... Смотришь на них и понимаешь, блин, это просто за гранью моего возможного. А я вижу, что это возможно. Так, блин, я же хочу так. Все, врубается сразу офигительно. И если мы не сотрудничаем, не говорим, не поднимаем руку, не кричим, не как-нибудь выпендриваемся и не показываем, что можно жить иначе, то другие я даже не подозревают, что мы там где-нибудь под землей в Гималаях живем иначе с интернетом, который там телепатически квантовый, да, от сервера вселенная. А мы сидим такие, там ВКонтакте, то-то, видеоролики из-под земли, там, тан-тан-тан-тан-тан. А все думают, у меня нормальный интернет, нифига квантовый, это вселенная, но я никому об этом не пишу. И физики не в курсе. То есть социум не может сделать эволюционный прыжок, потому что я говорю, не, ну зачем? Для меня это нормально, ну а что я буду этим делиться? Почему? Я могу делиться со своим близким, кругом, с друзьями, то есть те люди, которые действительно видят, что я делаю, то есть, ну, например... Я не именно вот на тебя говорю, я именно аналогию твоей фразы беру. Чем писать надо делать? Все вот эти вот, ну, это моральный инфекционизм в интернете, ну, я не знаю. Ну, многие люди сидят в интернете, именно оттуда они находят, что можно жить иначе. Кто-нибудь там прочитает Талек, Астанеду, кто-нибудь видит кого-нибудь чувака и скажет... У кого крыша поедет? У некоторых крыша поедет и в метро, когда они на работу едут. Ну, это я хорошо знаю. Нет, ну, просто можно выложить фотки того, что ты готовишь, да, можно пригласить к себе друзей. И это будет примерно тот же круг, который у тебя есть в ВКонтакте. Просто так получается, что, ну, реально есть человек, который там пишет заметки, еще что-то о том, как он там... Просто прекрасная девушка. Ну вот, но... И, как бы, она считает, что она мне друг, и она там мне постоянно какие-то комплименты, там, еще что-то пытается пообщаться. Ну, и ребенок. Когда я ей предложила, я говорю, если ты не можешь с вами встретиться, пожалуйста, мне несложно, я приеду к тебе в гости. Началось. У меня не убрано. Да, ага. У меня вот это. Ну, ну... Очень просто же это все проверяется. Если ты говоришь, что действительно для того, чтобы поделиться с собой, а не для того, чтобы возвысить, естественно, это... Да, всегда контакт, контакт, контакт. Но бывают моменты, когда ты не можешь все 7 миллиардов к себе пригласить, чтобы накормить тортом. Ну, это же такая маленькая дитя какая-то. Когда ты делишься уже с такой аудиторией, то, соответственно, ты не тортом делишься. Не большим тортом. И все раз будет от твоих действий. Да. Так, мы вычислили. Тебе нужно брать всех просветленных с планеты Земли, чтобы ты наконец почувствовал единство, сделал решительные шаги. Не, ну сейчас, конечно, болезнь — это вот исследование мира посредством интернета вообще. Но это такое последнее где-то года два с половиной... Пора интернет отключать, я поняла. Ну да, это вообще... Ну а то, что касается с компьютерными играми, было связано, это... Именно вот тоска по другим мирам, по приключениям какому-то. А вообще, если разобраться, это была именно тоска по другим мирам. Вот поэтому, наверное, сейчас такая тяга к исследованию всего. То есть смотришь научно-популярные видео, разные люди, заметки просветленных. То есть вот там BBC, Discovery, вот такие вот, да? Ну это в том числе, дополнить лучше. И что ты чувствуешь, когда ты исследуешь? Ну, получается, чувствую, что я как бы нахожу в этом себя. Соединяюсь, что-то так вот внутри. Соединяется, связывается, раскрывается. То есть если убрать все исследования, ничего не будет, тогда что ты будешь делать? Не будет научных фильмов, никаких исследований, никаких заметок. Вот ты сидишь, голая земля, 7 миллиардов бегают, непонятно. Тогда что? Наверное, просто буду собой. Да ладно, вы что, издевайтесь, все нужно. А, ну вот 2012, земля говорит, ну наконец, сейчас все уберу и станете собой. Останусь в состоянии бытия, в таком, который есть лишних каких-то там проявлений просто непроявленных. Просто изначально состояние. Нулево. А почему его нельзя внедрять во все, что происходит у тебя в жизни? Я не знаю, вот как сейчас я вижу, оно, в принципе, и так внедрено везде. Оно, как бы, если обращать внимание, оно фоном везде проходит. А сделать его не фоном, а сделать его в каждом движении? В чем-то помогает, а в чем-то нет. Например, как бы я вот сейчас сознанием понимаю, что оно здесь, а тело, оно по барабану, оно все равно вот так вот будет. Он говорит, данные не проходят, да, знакомо. То есть, с этим можно и наоборот. Окей, спасибо. Вообще, у меня цель наркотика – это вот отгородиться, чтобы просто вот быть в своем мире, чтобы меня из внешнего мира никто не тыкал. И это может быть, на самом деле, человек, это могут быть фильмы, может быть, молодое какое-то творчество. Главное, чтобы не было какой-то коммуникации. Отсутствие коммуникации возвращает тебя в это состояние. Да, может. Прикольно, надо записать. И ты учишься на пиар? И учусь на пиар, да, вот. Такая, как бы, игра в судьбу, что называется. Класс. Соединить несоединяемую. Да, 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 да. Класс, суперски. Спасибо. У меня то, без чего моя жизнь, на самом деле, как сказать, без чего она потеряла вообще все, это когда такое состояние, когда ты радуешься просто так. Вот. Оно у меня редко бывает, но это просто… А когда оно бывает? Бывает, когда? Ты знаешь, когда я полностью верю в себя, в свою мечту, в свои силы. При каких обстоятельствах это получается сделать? Я вот никак не могу вспомнить, честно. А сейчас, вот мы говорим за сейчас, за наркоманскую деятельность сейчас. Чем ты занимаешься сейчас, когда ты начинаешь верить в себя? Я начинаю бегать, прыгать, начинаю шутить, мы начинаем с Ольгой прикалываться, и так далее, потом потом… Ну, у меня просто искрит все, я так рада, я готова свернуть горы. Я начинаю идти, их сворачивать, потом случается что-то, и я думаю, нет, у меня не получится, мне нужно кинуть посуду и подметать. Офигеть! И потом где-то такой период, да, я мою посуду и подметаю, хорошая девочка, потом меня выносит, я думаю, чем я занимаюсь. А почему нельзя смеяться и прикалываться, мою посуду? Можно, я никак не могу уловить, как бы, почему меня выносит из этого состояния, почему меня в него заносит и почему меня из него выносит. Вот как-то, и, как бы, я знаю, что оно совершенно естественно для меня. Но и как его закрепить, чтобы, вот, возвращаться в него, когда я этого хочу, а не когда «хе-хе-хе» и началось. Вот это вот делаешь «э-хе-хе-хе» и держишь его, идешь дальше, делаешь дела. Только пропало «хе-хе-хе-хе-хе», до тех пор, пока оно не закрепится. То есть каждый 5 минут спускается А на батонах и закрепится Не тронок Что-то случайно, ты резко начинаешь смеяться Всякий раз, когда я буду случайно пить сапшка Ложь Спасибо А у меня вот когда я тоже вот сижу одна, например, что-то делаю, читаю, рисую, крашу ногти или гуляю То есть я чувствую себя самой собой Когда я начинаю общаться с людьми, как-то вот семью и своей Всякие внимания Ух, ё-моё Коммуникация такая сложная вещь, я понимаю Сама недавно нарвалась Когда нет коммуникации с людьми И вот здесь с животными, есть природа, есть своё занятие Так, окей Сразу себя теряешь Да, как-то становишься инька Вот это такая Офигеть Вот это вообще так, эта штука работает Зеркально Ага Спасибо Подожди, это Это когда А когда ты чувствуешь себя собой? В каких? В какой деятельности? Это когда ты теряешь себя? А когда ты чувствуешь себя собой? Вот когда одна Когда одна То есть С тобой там пишешь, что-то Дневник ведёшь Угу Всегда веду дневник Мне мама вчера сказала Что, тебе 15 лет, и ты дневник ведёшь Мама, тебе тоже будет полезно вести дневник, да? Скажи Я вчера с мамой попробовала коммуникацию навалить Но так получилось немного Получилось немного Потому что мне нужна нежность Класс Да У меня мама начала дневник вести электронный Ну, тоже Коммуникация приводит Раскрытие Ну, если человек видит, что он этого хочет Не в смысле Мама, тебе нужно вести дневник Давай, бусинька, 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 бусинька Ну, хотя местами так Спасибо Наверное, мне много чего Очень люблю фоткать У меня прям парад, она там часок потерь Про студию на одном логу Причём люди там заходят такие грустные Начинающие их пахнуть Вот тебе улыбаются В эти этажи Шубы снимала Комиссии такие, серьёзные Там начальница такая с тремя детьми С пяти работами Я её Платлю на фотки Сначала такая Потом уже подкатываю Мне вот очень нравится Очень люблю руками делать что-то Знакома, да Жестикуляция, да Когда вот фоткаешь, например, организуют пространство такое-то Что-нибудь натащить, кучу реквизита А, вот так Готовить люблю Какие-то штуки руками А вот и в этом смысле руками, ага Да И люблю с детьми Общаться И меня, ну, не то что с детства врождённые Я их люблю И вот они меня любят Так, у меня на своем саде приходил, когда маленький был Такой приходит И прида мной такая толпа, у меня какие-то серёжки интересные Они навыки садятся, начинают меня видеть Это моя мама А, класс Или когда вот ты за ним пригодишь Они так в очередь, чтобы им шарфик одели Это тоже Это моя мама Мне нравится, когда вот их много С ними вот что-то делать И ещё очень люблю вот если Ну, с аппаратом кому-то Преподавать именно вот друзьям Мастер-класс по световой кисть Вот, я тоже вот начинаю А если не будет людей вообще в мире? Ну, в принципе, мне нравится, например Недавно началась монах Ходить в буддийскую группу В занимательстве медитации Когда вы сможете себя А вот не будет монахов, которые научат А я не монах себе могу Так, вот смотрите, как прикольно Есть часть людей, которые говорят Я могу быть собой, когда нету людей А другие говорят Я могу быть собой только Ну, сейчас уже не тоже никогда Когда и нет людей Но когда есть люди Прикольно Здесь, когда нет людей А здесь, когда есть люди Любопытно Спасибо Ну, скажем так Какой-то наркомандской деятельности У меня нет Даже когда вот там 17 лет Сердце закрылось Я 13 лет жила Вот в состоянии Как все Ну, как спящие У меня не было ни одной Зависимости Потому что память о том То есть все время Как туда вернуться Как туда вернуться Соответственно, вот какое-то Что до чего-то я прям вообще ничего Не было того, от чего Ты была радостная И счастливая Ох, нифига себе Это полный Черно-белый фон Ну, видимо, это и дало Очень сильное напряжение К толчку Как бы выхода Работа А если бы была То было бы намного сложнее Я бы прекрасно потом поняла Что был бы у меня хоть куда-то Какой-то выход То все Да Я бы туда просто ушла И в этом растворилась В этом интересе Вот так вот оно и происходит Мы забываем Вернее, мы живем Вот полное единство Все классно Предаем себя Мирствуемся картонным Находим место Где все еще есть некартонность Присасываемся к этому месту Живем там Создаем там свое место Притягиваем туда своих друзей Да Мы же двигаемся по пространству Мы же двигаемся по пространству Взаимодействуем с собой С другими людьми Это состояние внутри нас Мы его с собой таскаем А так получается Мы предали себя И нам кажется Что у нас этого состояния нет То есть там К ноге таратайка привязана Вот это наше состояние Мы ходим Она звенит А мы говорим Да нет Нету ничего Что-то там звенит Что-то непонятно бывает Какое-то фоновое состояние Ну вот его в общем-то нету Находим это снаружи И все Оно здесь есть Это называется Мечта Хобби Предназначение Не важно Это все на всю жизнь И весь я там И только там я счастлив Вообще-то Вообще-то По сути В каждом моменте Когда-то Вот если ты счастлив В каждом моменте В каждой ситуации В лифте В метро Не знаю где-нибудь Там Ты сидишь В общественном туалете Открывают случайно дверь И здесь И здесь Ты тоже Счастлив Вот мне не устраивает Быть где-то В какой-то области Только вот в этом То есть мне нужно Тотальное проживание Тотальное удовлетворение Там счастье Всегда И в каждом сезоне Только это меня и вывело на это А как-то появляется хобби Или что-то Все Энергия туда уходит И так Класс Спасибо Есть наркомания Не знаю Что-то Что сейчас Ну про нее уже сказала Да Собственно Ну вот Сейчас я огромное удовольствие Получаю От 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 Того Что я наблюдаю за собой Вот от этого Я получаю Кайф Действительно То есть я Обиделась Я в состоянии гнева Я в состоянии Обвинения себя самой Ага И потом вдруг Выскакиваешь из этого состояния Опять эта гармония В тебе Внутри Опять это состояние Радости И покоя И вот это Какое-то Осознание Что ты все Прожила Вот от этого Наверное Кайф Самый такой Вот сильный От осознавания Что только что Вы прожили Состояние Там Эмоции Какую-то Да Чувства Но когда это состояние Захватывает тебя Вот эта боль Вот это Самоосуждение Какое-нибудь Да Во мне это сильно Я не знаю Как с этим справиться Почему я делаю Тут выбор Понимаешь Это мой выбор Сознательный Почему я его делаю Я не знаю Когда состояние радости Гармоничности Намного комфортнее И удобнее Почему Почему Вдруг я впадаю В это состояние А если никогда Не будет больше Агрессивных И болезненных Эмоций Боли Никогда не будет Ты сможешь Понимать Что ты радуешься Ты сможешь Чувствовать Эту радость Очень глубоко Ярко Феерически Если не будет Больше никогда А после этой пучины Когда снова Ты себя осознаешь Насколько Сильнее Это глубина радости Чем когда Просто радуешься Я тоже спрашивала Себя Если не будет Вот это Смогу ли я почувствовать Это состояние радости Мне кажется Смогу Вот без Без мне кажется Нужно Вот если без Мне кажется То просто нужно Сравнить Когда ты просто Радуешься Качество И потом Когда у тебя Гнев Вот эта вот Вся феерия Переощущений Потом ты Понимаешь Обалдеть Я столько прожила Обалдеть Оно намного Качественнее Ярче Чем просто радость Я хочу Так можно Просто ответ Да или нет Нет Там уже Целое торжество Ты сейчас Просто описывала Обалдеть Именно Вау Но у тебя Боль Получается Скленность Тем Что Когда боль То тогда Феерия Вкус Чувствуется Невероятно Не хочу Не хочу Потому что Ты перестанешь Радость Прожить Да Ты перестанешь Тогда Тогда Гармония Состояние Может быть Может быть Это ровное состояние Которого я не использовала В длительный период Оно бы Было Самым кайфом Которого я бы выбрала Окей Прикольно Вот так Супер Ты это осознаешь Что быть над Всеми этими эмоциями И есть высший пилотаж А Есть разница для тебя Быть над всем И быть всем Я не испытала Быть всем Потому что Можно быть над всем Но это все еще Не тотальное единство Это ты просто Взлетаешь Совсем другое Быть всем Я понимаю О чем это бывает Я не знаю Наверное Я это не проживаю Быть всем То есть Я все время В каких-то Отдельных частях Да Это вот Состояние Единства А когда На природе Бываешь Например На природе Бываешь Знаешь Когда ты Сливаешь С этим всем Есть ли какое-то Место в жизни У тебя В пространство Когда Вот если Остановиться И вот Ты просто Понимаешь Что вот сейчас Еще чуть-чуть И ты исчезнешь Сливаешься Со всем Окружающим Вот есть Это состояние У тебя Опыт Чуточку Есть Да И вот Есть состояние Над всем Да Вот Можем взять Эти два состояния И сказать Какое для тебя Более вкусное Какое бы Ты Над всем Ага Значит Пока Еще Над всем Окей Над всем То есть Там Есть А что Отличает Над Мне кажется Что Отличает Над всем И Быть Всем Какой оттенок Может быть Это мыслительный образ Я сейчас анализирую Это не те мои мысли Ага Может быть Это просто образ Такой Который Есть В моей голове Которым Я стремлюсь Отпоставить Отсталость От Я Отдохнуть хочется Отсталость И для нее Это способ Переслышки Набора Энергии Может быть Может быть Это какой-то этап Переход на нечто Больше Может быть Всего То есть Как раз Пудизм Медитация Это же так и есть Сначала На Всего Потом Переход Ведь Всего Может быть Это просто Докномерный Тап На Пути Может быть Окей Спасибо Да Наркоманская деятельность Наркоманская деятельность Неизвестно Чем Страдаем Я не знаю Наверное Я хочу Себя Как-то Познать И ощутить Себя В какой-то Гармонии Вот с этим Я Допустим Ухожу Угадания Да Познать Себя Я С помощью Карт Как-то Пытаюсь Понять А что Вообще Во мне Как-то Происходит Потом Это Ааа Это Грех Шик Шик Все Это Закрыло Отодвинуло Блин Мне Плохо Я Не могу Без Этого Вообще Не могу Нехреново Я Ну Как-то Я Как-то Я А как-то Ты Ты Этим Занимаешься С Чувство Какое Чувство Самое Яркое Безопасность Безопасность А какое Занятие У тебя Когда Ты Чувствуешь Радость И Свободу Ну Наверное Когда Я Допустим Путешествую Или Когда Я Путешествую Там Ну Что Такое Снимание Мне Мне Нравится На деревья Залезть Блин Мне Больше Двадцать Я Обожаю Это Делать Наркоманская Деятельность Это Вот Это Да Чувство Слышала Как говорят Чувство Свободы Чувство Того Что Все Возможно Вот И Хочется Принести В Во Все Во Все А если Ты не сможешь Прыгать С парашютом Не сможешь Ладить По деревьям Не сможешь Путешествовать То есть Будешь Прикован Например К постели И Все Тогда Что Что Тогда С этим Чувством Свободы Где Ты Будешь Его Брать Ну Представь Ты Не Можешь Двигаться Вот У У У У У У У Своё Общение У состояние. Если ты не сможешь двигаться, где взять это состояние? Потому что тогда, получается, жизнь станет темной и картонной, не настоящей, сухой, серой. Получается, что если происходит ситуация, что ты не можешь двигаться, там ты падаешь, перелом позвоночника, ты не можешь двигаться. Все, ты не можешь лазить по деревьям. Получается, теряется смысл этого кайфа больше не может быть. Откуда тогда еще взять это чувство, когда лазишь по телевизору? У меня нет такой деятельности, я не знаю. Где-то в себе, ну так, если подумать, а почувствовать не могу. Это нелогично, что где-то в себе? Это логично. Я понимаю, что где-то в себе это надо взять, как-то в себе это найти. А смотрела фильм «Внутри себя я танцую»? Вот он там не может этого всего. Да, но я смотрела другое, я смотрела «Море внутри». Ага, я не видела. «Море внутри он другое, как раз про того, кто решает, как хочет с собой». А в себе танцую, именно про танец внутри. Это там где-то мальчик на инвалидной коляске, и у него что-то все больше и больше, тело переставало двигаться. Вот это вот чувство внутри, они… Внутренняя свобода. Вот это то, что невозможно отобрать у вас никогда. Ну вот абсолютно никогда. Почему хочется по нему? Тоска жуткая. Нет, ну нормально, смотри, сейчас подожди. Кто-то принесите мне мой ноутбук, пожалуйста, мне так его хочется. Блин, если здесь поставить зеркало, я такая… Ноутбук! А ну скажите, где я ошибаюсь? Что я не так делаю? Ты уверена? Я не представляю, как я это в себе найду. Вот же ноутбук! Ну вот он! Ну, ну… Забирают зеркало, вселенная забирает. Ну, Настя, мы долго тупим. Она забирает зеркало. Приходит Марат такой, говорит, слушай, дай зеркало. Дай зеркало. Дай зеркало. Смысл жизни пропал. Больше я не вижу своего ноутбука. Боже, где же он? Ну, что вы будете мне говорить? Смотри на себя. Куда на себя? Куда на себя? Где они? Ну вот, если это чувство любопытства, если убрать другие объекты, как это чувство? Оно же не сможет быть. Оно только за счет… По отношению к чему проявляет это любопытство? Стой, 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 стой. Если ничего не будет, если все убрать… Сейчас, секундочку. Ты отбираешь все снаружи. У тебя остается внутри. Как это так? Это если сказать… Вот есть вода. Вот есть вода. Да? Это сознание. Вот вода в бутылке – это сознание. Ты говоришь, если убрать бутылку, то воды не будет. Вода исчезнет. В воде не будет смысла, если убрать бутылку. Но вода-то остается, она все еще может изучать сама себя. Мы должны получать процесс, когда два объекта, когда один он уже не работает. Да ладно! Издеваешься еще? Как работает? Просто смотреть… Я понимаю, что ты имеешь в виду, что любопытство легче всего именно при взаимодействии с чем-то. Ну, естественно. Но когда вот ты не можешь двигаться, даже глаза не можешь открыть, и ты находишься, например, в какой-нибудь коме. Все, что у тебя есть – это только твое внимание. Тогда как? Где исследование взять? У тебя есть только твое внимание. Темнота. Закрой глаза. Закрой глаза. Закрой глаза. Больше ничего нету. Представь, что ты не слышишь никаких звуков. Тут кушает. Закрой глаза. Есть только темнота. Что исследовать? Пока я в теле, я могу исследовать ощущения своего тела. Больше у меня других объектов не остается. Хотя бы… Хотя если их не будет, ну тогда уже… Если их не будет, дома будешь. Там не надо переживать. У тебя всегда есть твое тело. У вас всегда есть ваше тело. Абсолютно всегда. Ваш первый и последний партнер. Внутренне можно фантазию встретить, что угодно. Нафига фантазию? Научишься считывать? Там знаешь, сколько атомов, электронов. А если они начинают разговаривать, то можно сойти с ума. Там общаться и общаться, исследовать и исследовать. ДНК, клетки, бла-бла-бла, излучение… Найди свое сознание. Это мысли, это не сознание. Найди свое сознание. Ты говоришь, если ничего нет, то есть когда глаза закрыты, даже ты тело не чувствуешь, все равно есть о чем-то. А вот если мыслей нет? Ну тогда вообще все ништяка. Все тогда не притачивались. Так, это мы на чем остановились? Где мой ноутбук? Нет, ну серьезно, так вот так уже мы и сидим. Мы приходим и смотрим на отражение. И говорим, у тебя мой ноутбук, дай мне, пожалуйста, мой ноутбук. Ну как же, ты мое отражение, дай мне ноутбук. Ну посмотри. Я думаю, у тебя есть мой ноутбук. Что мне нужно сделать, чтобы ты дала мне попользоваться твоим ноутбуком? Ладно, не даешь, я буду около тебя тусить с утра до вечера. Я хотя бы буду чувствовать сопричастность к твоему ноутбуку. А он прям как мой. Это есть наркоманская деятельность. Я хотя бы почувствую сопричастность вот в этот момент, пока она здесь. Я вижу в ней свой, ну я вижу у нее на коленях свой ноутбук. Обалденно! Даже вот пока она существует, и начинается целая философия, да, эксцензенциальная. Пока есть у нее ноутбук, вот пока она существует, пока даже мысль о том, что она существует, а у нее на ее коленях мой ноутбук. Это невероятно, что она есть. Там уже как выглядеть можно, да, как угодно. А надо чего сделать? Заметьте, я щупать начинаю себя. Я себя ощупываю. Вот то, что ты говоришь. Вниманием свое тело внутри, и ты резко находишь там себя вечного, бесконечного. И в шоке такой. Ты что, я все время здесь был, да? То есть я просто не помирал, а самому сидел? Да, да. Ты ходишь и исследуешь везде снаружи, а внутри сидишь и говоришь, чувак, ну ты вообще гонишь, да? Я тут бесконечный, беспредельный, посмотри сюда, тебе миллиарда жизней не хватит, чтобы меня исследовать, веришь? А ты такой, есть вот мир снаружи, там, тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. А что делать? Как до тебя достучаться изнутри, а? Не, ну я не изнутри тебя стучусь. Ну ты меня к этому подводишь, чтобы я понял через понимание. А что мне тут с ноутбуком? Да, так вот я такая сижу. Вы кричите мне, посмотри на себя, да, посмотри на себя. Я не могу посмотреть на себя. Ну вот реально, ну как я могу посмотреть на себя? Это как увидеть свои глаза сейчас. Как я могу увидеть свои глаза сейчас? Только в твоем отражении. Когда я смотрю на твое отражение, я вижу там свой ноутбук. Я говорю, так прекрасно, что оно существует. И что делаю? Чтобы посмотреть на себя и начинаю себя щупать. Ммм, как это ощущается. Вау, иду дальше. Я иду глубже. Ноутбук. Боже мой, мой ноутбук всегда был рядом со мной. Ой, не может быть. Это просветлением называют, да, кажется? Нет. Твоя наркоманская деятельность? Ну, у меня определенный точный ответ есть. Это... Что, сзади просто? Я июня. А я даже ничего не сказала. Извини. Осознанностные деяния. То есть только там я могу почувствовать именно другое качество и реальность, и само себя, и себя настоящей. Там я делаю, ну, можно долго про это рассказывать вообще. Только там. А здесь это уже как бы, ну, а здесь вот как раз, как раз я занимаюсь тем, что я буду делать, если это от меня отнять, поскольку это в сновидениях, а здесь вот это... Очень четко, да. Да. И поэтому я и вот пришла сюда. Как перетащить осознанные сновидения сюда, это я не знаю. Чтобы вот это осознание, ну, чтобы вся жизнь стала такой. Так как в этой жизни я не могу найти даже близко внутренне, похоже, как бы рассказывать девушке. Не могу найти такое занятие, которое бы как-то было такого же качества, такой же глубины. Вот прикольный пример. Ну, я все время исследую свое тело, занимаюсь разными практиками, по-разному над собой издеваюсь, да. Слышишь, я над тобой издеваюсь. И... Там была практика в Адвайте санкальпа сон, когда ты понимаешь, что вот это все сон. То есть, по сути, вот это и есть твое осознанное сновидение. Ты... Представь, что ты в своем осознанном сновидении говоришь, это не осознанное сновидение, это реальность. Это реально... надо и здесь заснуть, чтобы выйти в осознанное сновидение и отсюда. В следующем осознанном сновидении ты такая, это тоже неосознанное, это реальность, надо и здесь заснуть. Слушай, куда ты попадешь потом? Ну, это по кругу так. Самый прикол в том, что я такая, начинаю представлять, что это все сон, а как раз потом исследование, ну, читала ученых о моменте, когда мы засыпаем, то напряжение в теле, они расслабляются до такой степени тотально, что тело насыщается энергией. Ну, и оно бац, и с утра бодрое. Думаю, вот нафига это вот спать, бац, и с утра бодрый? Если, по сути, можно заставить поверить в свой мозг, что сейчас сон, оно бац, и сейчас бодрое. Ну, это моя теория, да? Я такая, ну ладно, сижу, 23 часа прошло, я начинаю испытывать усталость, но все еще воспринимаю, что это сон. Особенно, когда ученые это пишут, да, мозг говорит, да, ученые, ммм, прикольно, штамп подтвердено, можно этому верить, это можно использовать, сразу в сферу убеждения ставятся, раз это подтверждено игроками в реальности, значит, это на самом деле существует. 23 часа, начинается усталость, я такая, ммм, это все сон, мозг, помнишь, смотри, это сон, это сон, это сон. Проходит 15 минут, и у меня ощущение, как будто я проспала 8 часов, и еще сутки, ну, потом уже было сложно. Но вот я для себя доказала этот момент, что если заставить мозг, ну, вот этими убеждениями показать ему, не в смысле заставить, а ну, верь, давай, быстро, аааа, а в том смысле, что я взяла информацию именно из этого мира, где ученые говорят, да, вот, когда сон, тело расслабляется, оно насыщается, когда мы засыпаем, то все невозможное уходит из восприятия, и тело, фух, восстановилось. Это ж если раскрутить, то можно насколько расслабить себя, чтобы даже вот все-все-все невозможное стало возможным. Но это ж во сне осознанные сновидения, там все возможно. Я для себя показала, что когда я своему мозгу, да, я ему показываю, оперирую уже данными этой реальности, предположениями Адвайты, да, вот есть такая практика, смотри, давай попробуем, говорю, да, реально есть эти знания, есть вот доказательства на самом деле, вот есть предположения, давай попробуем, пробуем, работает. Офигительно, работает. Так вот это тоже осознанное сновидение, но ты говоришь, это не осознанное сновидение, здесь фиговое осознанное сновидение, я не могу его контролировать, потому что это общее осознанное сновидение. Если ты начнешь контролировать наше общее осознанное сновидение, свобода воли потеряет смысл всякий. Вот, ну это мое предположение. так здесь есть и спрашивали 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 девушку в бордовом свитере на лошади а что ты испытываешь в эти моменты когда ездишь а если не будет лошадей на планете вообще из каких нет это большая разница ездить на лошади это же свобода да там взаимодействие чувствования и когда ты сама с собой но здесь взаимодействие чувствовать свобода где свобода как-то это но качество разное на лошади более яркая ты же тело исследуешь вот те физические ощущения то что вот пока там поярче то это не работает когда здесь станет поярче чем на лошади вот тогда она сработает первичная вторичная выгода пока там пока у тебя снаружи это поярче вот сколько не иди внутрь он скажет я понимаю ты ко мне приходишь из чувства жалости тебе наташа рассказала про меня иди дальше отфутболивать я вижу что ты не понимаешь фишки да что да спасибо где ты чувствуешь где ты сейчас вот за последний год испытываешь чувство свободы радости искренности классно я значит близко узнать что у меня есть я могу это это я уже знаю исследовать себя когда передать но в общем это осознание понимание копания себе в других мире чувствование чувствование того единства то что мы все подключены какой-то да и можем друг с другом получать информацию взаимодействовать а какое чувство ты испытываешь при этом вот это классно описываешь ладно не описывая просто покажи еще раз очень круто и вот если хотя бы там не знаю немножко посидишь это там какой-нибудь те что не собьется это уют грубая старый мир типа да и стены я бы сравнил с вот прям таки очень длинного а в внутренней ты сидишь такого боже очень длинного сколько насколько сколько мне нужно от тебя бегать 10 лет 20 чтобы самое главное это состояние мне важно понять это состояние вот оно другой радости не непривычный классно спасибо огромное на самом деле у меня много всяких там увлечений может быть но как бы вот так получается что все они удовлетворения могут не вызывать полного на сто процентов и если это все равно это увлечение перерастает зависимость у меня тут же организм начинает выдаваться теперь хватит а чувство свободы где сейчас особенно когда наверное полностью расслабляешься то есть если вот специально задать себе задачу сейчас надо полностью расслабиться что же не могу больше и вот там полностью расслабиться и вот даже есть какой-то момент такой возникает полного удовлетворения и все можно ничего не делать вообще и вроде как хорошо но как бы вот даже какой-то момент был несколько дней постоянно первого это удовлетворение что просто без ванны но опять чуть-чуть возвращаются какие-то моменты какой-то эпицентр расслабленности а вот и когда ту фразу сказал еще раз я скажи перед тем как пропало все все было так а потом вот вот здесь ключ вот здесь ключ а что будет ужасного если там останется если так все и останется навсегда чтобы нет ужасно как раз в том что если исчезнет но ты говоришь а ты сказал совсем другую фразу да какой еще раз ну я под этим подразумеваю именно то что не хочется чтобы уходил но ты говоришь противоположное но ты то что ты говоришь и есть то что ты чувствуешь внутри то есть если ты все время будешь в этом удовлетворенном расслабленном состоянии люди какой человек снаружи начнет к тебе претензии предъявлять то ладно ты будешь счастлив ты что-то люди раздражаются сразу хочется куда-нибудь в подвал запихнуть кто не поймет тебя вот и будешь тут расслаблены обалденный это претворение полностью глаза сияют может тебя желание исчезут все а в том состоянии ты чего-то хочешь не да я все равно что-то делаю но она тоже там нет и чего-то хочешь что-то делать я тоже умею а если ничего не хоть не хочется насколько это страшно если вот всю жизнь ничего не хотеть не ну вообще-то у меня был такой момент что-то какой то вот как раз после этого состояния посмотрел какой-то мультфильм есть такой старый советский где люди прилетают значит на планету и вообще собирается там георазведочную работу проводить и тут оказывается что там где бля птица говору не менее нет вот и там оказывается что на этой планете все мысли материализуются вов там комар прилетает к одному на руку садится он сначала боится а потом расслабляться бабочку превращается вот и они потом начинают один такой вот так здорово было бы здорово если люди летали полетел один там такой самый злобный курил это планета вас предаст вы что тут тигр наверное опасно здесь находиться на без них все ресурсы выкачать срочно супер то по четвертое измерение описали да и они все на него это мужика забивает и все начинают лететь что-то начинает пить скот источников ой это вино нет горит это там молоко ну кому что нравится а этот начинает там решили решать плане планету бурить какую-то штуку достает там начинает эту планету вдруг эту нет штука начинает тонуть в земле вот вдруг такой рев какой-то раздается из леса где-то да сейчас это плейте все за руку эту бомбу атомную достает там вдруг чемодан вешать с бомбой на дерево тут дерево начнет вырастать и он не может это планета защищается да он как бы сам от себя защищать офигительно вот и тут они как раз слышат рев эти летают там и так клево прилетают а никого нет да по моему мы больше не найдем а как мультик называется забыл как называется рисован рисован обалдеть вот и они значит потом эту бомбу достают а выясняется что там часовой механизм уже работает как бы нельзя отключить и они все улетают летят с этой бомбой и потом выяснять что один из них там остался значит они были сушеном от за ним вернуться как-то он от нас убежал вернее мы не можем вернуться на чем бомба взорвется как бы зачем планету рушить вот мы с собой пожертвуем а он пусть там остается и показывает этого товарища который там один остался вот у меня там собака материализовался который он любил она там чешет он говорит я хочу вот еще не хватает у вас женщин и он там остается счастливым офигеть вот и что ты вот ты слышишь себя да ты слышишь свои убеждения сейчас у нас что то меня вот это проникла есть пугался думаю если я вот так все будет все что я хочу мне сразу слишком хорошо не можно не может быть слишком почему что-то такого ужасного сделал что не может быть с тобой на слишком хорошо наверное меня убеждали что я все время делаю то что не а что именно самая самая за что тебя наругали наказали и вскал ты виноват в этом виноват именно ты Что я медленно делаю что-то, что вроде как не нужно, хотя на самом деле мне это не нужно. А как фразы звучали, когда тебе это говорили, что ты медленно делаешь? Ну типа что-то, ты же не будешь так вечно там делать, надо же быстрее, жизнь идет. Смотри, ты же не будешь так вечно, а твоя фраза после того состояния? Фраза... Тихо-тихо-тихо, да-да-да, ты же не будешь так вечно делать, а когда было состояние умиротворения, что ты сказал? Неужели так и останется? Ты не будешь так, неужели ты будешь так вечно делать, да, или как ты сказал? Да, неужели, ну типа жизнь идет, а время-время мало там, а ты занимаешься ерундой. Неужели? Да, ну так, неужели так и останется. Что ты будешь ерундой заниматься, да? Да, да. А то, смотри, у тебя классное состояние, ты говоришь, неужели это классное состояние так и останется? Нет. Ты говоришь, неужели, и твоя нервная система говорит, неужели так и будешь ерундой страдать, называя это удовлетворение ерундой. Понимаешь? Тебе нужно расклеить вот там, неужели ты будешь ерундой страдать, понять, что ты не ерундой страдаешь, когда занимаешься тем, что тебе нравится. Когда ты это поймешь, это состояние вернется автоматически. Я это потихонечку понимаю, но, так сказать, может быть, не так быстро. Что-то иногда туда-назад оттаскивает меня, ну, какие-то старые зацепки какие-то. Там осуждения всякие, там, и чувство вины, что я что-то не так делаю, как-то остается еще. Неужели так и будет, а? Надеюсь, что нет. А что тогда должно случиться? Ну, когда будет хорошо, я, наверное, полностью расслаблюсь. Опять? А потом скажешь, неужели так будет всегда? И снова напряжешься? Ну, не знаю. Ну, будешь прыгать вот так вот в резиночке? Неужели так будет, я буду чувствовать, что вся жопа будет всегда? Нет, не всегда. Будет умиротворение. А потом опять, неужели умиротворение будет всегда? Нет, будет жопа. Реши, что ты хочешь, и это получится. Нет, так и это не хватает своих желаний реализации. Просто четко понять, что ты хочешь. Она так и будет прыгать туда, из жопы в умиротворение. И то, и то есть. И то, и то ты проживаешь. И то, и то без проблем. Но ты говоришь, неужели так будет всегда? Реши, что ты хочешь, чтобы было всегда, и оно так будет. Классно. Так, спасибо. Наркоманская... Ой, наверное, у тебя много наркоманской деятельности. Она распространяется абсолютно на все снаружи. Творчество. По себе знаю. Творчество абсолютно все сферы затягивает. Да, но с точки зрения наркоманской деятельности... Чувство свободы где? Да, вот я вот сейчас именно пыталась понять, где чувство свободы. Я поняла, что чувство свободы меня охватывает тогда, когда я задумывалась и понимаю о единстве. То есть, когда я понимаю, что этот человек напротив меня, который сидит в метро, он точно так же является прямым источником, подключен к тому же самому источнику. Вот солнце, когда оно светит, оно же светит на всех. Я представляю людей, которые в этом солнечном свете окружены. И вот я понимаю, что вот в этом, вот это, внести творчество своим, каким-то еще другим, вот я понимаю, что вот в этом моя свобода. Ага. Стараюсь находить во всем, абсолютно во всем, стараюсь находить смысл, позитив, как-то это применить на практике, стараюсь всегда что-то внедрить, какие-то идеи у меня возникают, стараюсь сразу их во что-то воплотить. То есть, допустим, мне человек говорит, что вот там, ну, о чем угодно, да, вот говорит человек, я начинаю сразу вот мысленно решать эту проблему, предлагать ему варианты решения, да, то есть там хочет он там, из этого, этим воспользоваться уже его решение. А чувство свободы ты в этом моменте тоже чувствуешь? Да, да, вот я чувствую именно свободу того, что вот можно вообще вот все, что угодно делать. А когда ты не чувствуешь тогда, я так понимаю, это огромнейшая сфера, чувство свободы. Когда ты его не чувствуешь, когда ты ее не чувствуешь? Когда есть момент, ты чувствуешь, здесь ты ущемлена, вот здесь я не могу быть собой, не могу быть полностью свободной, вот здесь везде могу, а вот здесь вот не могу. Сюда я редко хожу. Это место я стараюсь избегать. там я не общаюсь с этими людьми или там не езжу туда вот наверное когда я я когда стала вообще понимать что вселенной можно и нужно доверять абсолютно да то есть когда я стала именно это осознавать то есть до этого я как бы естественным образом это делал я никогда не носила никаких защитных мультиков мне они не нужны были я чувствую что мне это не нужно никогда не стремилась защищаться то есть вот если кто-то там говорил что я закрылся да там от этого меня было вот как раз наоборот я старалась наоборот все мне все хорошее плохое то есть я вот это принимала и в какой-то момент мне вот там ну я стал именно заниматься этим изучать чтобы это вселенной надо доверять то есть тотально сильно я стала замечать когда я вот действительно там начинаю там или не доверять или еще что-то тогда ты не чувствуешь свободы да когда я начинаю защищаться от чего-то вот когда у меня есть потребность в этом или еще что-то тогда вот я не чувствую свободу и действительно вот например вот недавно такой случай произошел мне он произошел опять же я получил посвящение космоэнергетику ага и я занимаюсь космоэнергетикой нужно ставить защиту сопротив уже в конфликт и у меня конфликт я не могу ставить защиту я не понимаю зачем не ставить защиту чтобы и зачем и и я не могу а зачем-то ты занималась занимаешься космоэнергетикой я получил посвящение да то есть я почувствовал что мне это мне это хочется мне это нужно то есть вот я почувствовал что вот все складывается так что ты меня тянет к этому да то есть я получил то есть прошло там чего чистку и хотя в общем то да вот со сама суть теперь с защитой а вот а защита потому что потому что вы кто как я с ним по этому поводу спорю зачем защита вот вселенная она вот она вот я вот она она вокруг и все вокруг себя а он объясняет что вот человек когда он там после получает посвящение начинает светиться нога начинать светиться изнутри и к нему соответственно на этот свет притягиваются люди темные темные сущности офигеть притягивается темные сущности слышали народ как защищаться вот то есть эта часть вселенной не безопасности что если сущности они не являются они как бы являются негативными мыслеформами значит уже какие-то части меня являются несовершенными уже в какие-то части я должна откинуть и сказать что это не зайти в детский садик искать вот этих этих детей вывести зеркало моментально работает и сразу это очень ярко видишь и сразу ты убеждаешься да есть темные сущности так хорошо но мы сейчас немного другом да но это классно вот и то есть свободу когда ты комбинируешь и следуешь до создаешь но это всегда с миром снаружи но не с тобой внутри когда я работаю над собой занимаюсь своими какими-то навыками да то есть строю себя работаю именно со своими способностями да там с экстрасенсорными способностями стараюсь их развивать создавайте тоже как бы их в общем счастливый человек это офигеть у нас есть счастливый человек в зале спасибо ух ты ничего себе так не очень интересно ты свободу чувствуешь когда что с цветом делаешь просто и наблюдаю и смешиваю все кучи всяких даже дней например в плане косметики которые мне не пользуются потому что ними не подходит половину из очень знакомо захожу в лавку художника можно все это завернуть и ко мне домой потому что вот вот еще 2 это способности потому что мне интересно что в принципе может человек я знаю что мы можем все подожди подожди еще раз чувство радости ты при этом испытываешь когда что когда исследуешь сферу сверхспособности когда исследуешь когда смешиваешь цвета когда исследуешь 3 3 это бегство на самом деле от того что я должна что-то делать например я должна работать я работать не хочу я понимаю что я не хочу это делать здесь есть свобода и радость здесь есть свобода и радость когда ты сейчас это описываешь ну как я бегу от этого в контакт в обрабатывание фото но обрабатывание еще приносит радость но я почему-то делаю это чрезмерно то есть ставлю себе куда цель там работайте много фотографий этим занимаюсь занимаюсь пока мне вас плохо не а чувство свободы ты испытываешь отмен когда уходишь уходишь когда уходишь от напряжения ты чувство свободы испытываешь на время как бы я не откладываю ну то же самое допустим это как такой внутренний нервоз от того что я должна что-то делать но я этого делать не хочу я понимаю ты испытываешь чувство свободы когда ты наконец освобождаешь освобождаешь от этого да то есть вот как развелась тогда было чувство свободы а повторяется тот алгоритм у тебя в жизни ты испыт ты делаешь что-то что нужно делать потом ты перекращаешь это делать а ну вот это наркомания свободы бегство тоже повторяется например ну вот я деревне уезжаю раз полгода и там я просто только пишу ага и в эту деревню я никого не возила там не прошла мужа нет потому что ну я там хочу быть сама я не хочу вообще заморачиваться на то что там покушать может приготовить или там прибраться или еще что я хочу просто писать вообще когда угодно ночью может быть там перечисали всю ночь неважно очень это понимаю значит вот это бегство это но вот этот мне думаю самое сильное может быть бегство вот именно повторяющиеся повторяющие сбросит напряжение сбросит напряжение сбросит напряжения а это чувство свободы ты когда-то испытываешь а то есть его еще испытываешь когда ты одна работаешь я пишу на этом на этом состоянии а это ощущение почему его сложно удерживать в остальных сферах жизни потому что я чувствую что я должна что-то сделать для того чтобы даже получить то чем я хочу заниматься например чтобы рисовать мне нужны краски чтобы мне были краски мне нужны деньги я должна их заработать вот а у меня никак не связана работа и удовольствие потому что то как я пишу я этим зарабатывать не могу вообще то есть это свободная живопись там на стихи вам какие-то потеки и так далее домой не повесит никто ну радуется только искусствовед они это не покупают понятно у меня получается свободу ощущение что я должна найти какую-то работу но работать либо в офисе где-то по расписанию каждый день я просто не смогу не так окей поняла то есть вот наркомания вот в этом моменте и когда вот ты сама именно сама и вот ты можешь творить смешивать краски вложишь а если ты не сможешь этого сделать не будет вот вселенная не даст ни копейки ты не сможешь ни краски купить ни одной остаться придется быть с кем-то все время и просите помощь если ты не сможешь таки есть так где взять это теперь чувство свободы когда ты не можешь его взять из привычного наркоманского места вот о чем ты говорила когда есть места где все еще можно найти ты все еще бежишь к этим местам снаружи причем это самый сильный интерес и где-то снаружи где-то снаружи да она внутри найдешь это внутри все снова раскроется купит он тебе краски я шучу деньги появятся купишь себе краски сразу поток потечет пока ты не хочешь это найти внутри себя ты вот ищешь это снаружи мне понравилось мы вчера с Антоном разбирали эту тему помнишь насчет вот когда есть ты и вот есть куча вещей для меня важно как мы тогда говорили когда а вот мне важно там создать семью раз момент снаружи тот вот есть вот внутри и вот есть снаружи мне важно там создать семью там пробуешь 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 жопа создался а что то не то ага нафиг семью заработаю денег опять снаружи вселенная окей хорошо заработал денег опять что то не то тыркаешься тыркну так можно очень долго тыркаться да да пока человек не понимает что все это предательство себя потому что важным для него становится что-то снаружи предательство себя работает на том что вы все время ищете что-то снаружи когда у вас есть вы сами как только для вас вы сами станете самым главным авторитетом самым важным нежным не знаю ну сияющим короче когда вы наконец-то понимаете что вы для себя самые важные в первую очередь тогда это сам факт предательство себя исчерпывает исчерпывается ну смысл исчезает при первая мысль возникает утром возникает то есть вы встали на первая мысль с утра ой надо бабла заработать это снаружи первая мысль с утра ой блин опять может рахал не знаю в каком смысле а когда первая мысль я есть круто суперски кто-то просыпается по утрам какого фига это проходит так вот это ощущение и и базовое в каждом мгновении то есть каждое мгновение то каждый раз как будто ты только что проснулся мне не нужно ты уже гришь я удержу это ты просто вот тысяч это чувство что ты просыпаешься не надо это пытаться удержать да и нет ты просто стоит ты вот наслаждайся наслаждать удерживать можно но наслаждением до радугу смотришь на радугу пока ты кайфуешь что она есть по сути ты удерживаешь ее только вы она исчезает но ты ее помнишь в голове и ты все еще удерживаешь но у тебя внутри удерживаешь ее наслаждением от ее присутствует того что она есть так же самое и ты и ну и вот так вот как бы просыпаешься и именно именно наслаждением от того что вы есть вот я есть я наслаждением удерживаю себя да и этот магнит к себе вот 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 мой магнитик я сама себя удерживаю наслаждением вот это кайфово что я есть это кайфово что я есть и только уже оттуда я строю следующий момент наружу вот тогда нету предательства себя как сознание я есть это в первую очередь кайф от того что я есть не смысле так я есть чего я хочу я хочу поесть пришел на кухню ваш мама дай мне поесть потому что я есть сам момент наслаждения от того что вы существуете вот это базовое если она заполняет каждое мгновение вашей жизни все это неописуемое не впихуемое которое сидишь на берегу моря как эти до китайские дзеновские поэты как как там стих был трех стиша знаете станут на что в лесу вот а когда вы наслаждаетесь а самого факта вашего существования то вы такую хрень пишите и люди вас не понимают но вы такое проживаете каждое мгновение что это как бы у вас поймут только те уже которые приближаются к этому лежи или уже в этом поэтому вот предательство себя теряет смысл только тогда когда вы наслаждаетесь каждым моментом того что вы существуете не надо говорить я есть в голове бухтеть не надо я есть я есть я есть я есть я есть просто чувствуйте 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 ну вот вы чувствуйте ну тело есть тело есть тело есть тело есть уже хоть что-то вот это невыразимое смотрите это невыразимое попробуйте это выразит а ула так ваша наркоманская деятельность девушка суперски окей так артем ваша наркоманская деятельность когда ты чувствуешь свободу радость дальше от людей то есть когда подальше от людей когда в лесу один тогда ты чувствуешь это вот единство ну вот то что ты говоришь то что не выразить в словах и потом луна а почему сложно это внести в социум а почему нельзя носить это место с собой знаете как говорят я уезжаю там из шри-ланки шри-ланка всегда со мной все круто это ощущение всегда с вами нормально она там все классно а это ощущение с вами радуга исчезла это ощущение с вами вы не видите себя вот так вот это к себя вот не вижу как я на себя посмотрю зато я чувствую что я есть вот ощущение со мной а если не будет возможности выходить в лес и быть наедине если все время народ 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 и вот зашибись никак от них не избавишься пытаюсь синить свой опыт я помню просто не ценю свой опыт на каждое мгновение но сейчас я пытаюсь ценить и как-то не получается ну здорово что я могу видеть вот чувствовать как какое-то такое слабое ощущение поднимается когда я пытаюсь просто ценить свой опыт сейчас что он важнее всего важнее любого мыслях во мне сейчас это моя вселенная то что я вижу то что я слышу и тут сама жизнь как я могу откажется от нее то есть какая мне разница что вы мне думаете еще что то то есть только я живу то есть не как сказать в моем мире не выживаете а именно я живу я не знаю как сказать да 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 именно но все равно не получается то есть все равно даже сейчас я испытываю там какой-то страх напряжение да и мне не получается ну снизу опыт полностью то есть ну полностью прожать это мгновение но ведь это только ты сейчас находишься только ты сейчас живешь ну так как кого ты боишься чего ты боишься ну таки вот старайтесь детства как то я все делали не так что меня контролировали с детства все мои действия я могу сказать ну сам потому что я сам считаю свои действия неправильными да потому что думаешь и потом против других что другие считают что это неправильно да ну я все говорю нет ничего страшного вот я могу быть таким какой и есть да и неважно чтобы мне скажут неважно там ну просто вот так есть нет правильно и неправильно да вот это ничего не меняется потому что там внутри ты телесно это чувствуешь боль глубок который поднимется еще поднимется еще поднимется вообще по-другому пошла в детстве мне сказали за куда теперь я сам тогда поверил в это мне убеждение да и первым соответствием убеждением я живу ну и на самом деле сейчас такие в глазах других или в собственных глазах по собственному шаблону делать нелепо да там говорю странно там ошибаюсь там и так слишком застенюсь себя веду да ну по моему шаблону для меня это как кажется нормально на своему шапку своему шаблону соответствует я сам же я понимаю что я сам не как сену социумом там родители я им поверил это мой шаблон да потом я думаю что у других такие же мысли обо мне как бы даже может быть человек так обо мне не думает да я все равно испытываю какое-то чувство что он меня осуждает а если меня вот вот да скажи папа это моё состояние да то есть можно вернуться туда и эту энергию выровнять и пустить ее уже по кругу да вот я пытаюсь с тобой вернуться в каждый момент когда говорили нужно вспомнить и вернуться и объяснить из себя взрослого уже это же сейчас не 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 можно вопрос вот и очень классно сказал что не социум тебе это навязал а ты сам ты сам принял решение да ты сказал подожди мне важен этот вот вот момент ты сказал ты сам принял решение поверить ты сам принял решение или кто а сейчас кто принимает решение снова в это верить издеваешься да ты здесь не при делах вообще не надо не надо сейчас он сам должен понять хорошо вот сейчас вот сейчас кто выбирает испытывать напряжение они чувства того единства невыразимого которое бы есть в лесу кто сейчас выбирает тело или ты а кто поверил кто поверил в детстве тело или ты и сейчас ты дальше выбираешь верить то есть тело говорит чувак есть единство ты грешни я продолжаю выбирать верить в ту хрень которую мне сказали а почему нельзя просто изменить убеждение это может привести пример про открытую дверь пожалуйста дверь которая открыта темница и самое что он мечтает он мечтает о свободе и вот он пытается свободе он ненавидит этих тюремщиков которые было посадили эту жизнь что здесь родился и вообще все и так проходит как 30 лет но он мог подойти в любой момент массивный до убеждения не меняются так сразу а могло 50 лет пройти а а некоторые подходят к стенке просто облокачиваются на дверь она открыта и такой шок а тебе же там 90 ты сам четко убежден что убеждение не меняется вот так вот ты сам убежден в том можно сейчас можно потечь а ты продолжаешь выбирать верить в то что так все плохо ты продолжаешь сейчас выбирать верить в то что нужно тяжело не так просто не бывает вот не бывает так просто чтоб раз и все чувство не невыразимого заполнила всю твою жизнь а может быть я чувствую реально какие-то осуждения других которые реально существуют но я не могу как перестать понимать что эти осуждения не вряд ли так то есть то есть не просто мои убеждения то есть что со стороны реально какой то осуждение есть но если ты спрашиваешь у человека ты мне на самом деле осуждаешь или это я вижу просто я могу видеть это ну это отчасти это может быть из-за убеждения но отчасти это может быть из то что реально тв present но чувствую критику со стороны других там да ты чувствуешь со стороны себя Он сейчас со стороны себя даже для других. Ты это чувствуешь внутри. Понимаешь? Ты это чувствуешь внутри. Ты просто смотришь в свое зеркало. Артем, когда ты смотришь в свое зеркало, другие люди это просто зеркало. У тебя есть дома зеркало? Вот все, что ты думаешь, люди в тебе осуждают. Просто подойди и скажи это вслух. Я считаю, что ты осуждаешь во мне вот это. Я считаю, что ты не любишь во мне вот это. Это совсем другое. Это совсем другое, когда ты просто говоришь из себя. А когда ты смотришь в себе самому, в зеркало, в глаза и говоришь с эмоцией, которую бы ты сказал другому себе, это работает. Просто когда ты это в голове прокручиваешь, даже когда ты просто это выписываешь, это не тот эффект, когда ты смотришь на самого себя, до тебя доходит, что это ты реально себе говоришь, до тебя изнутри тебя же доходит. Оно изнутри тебя же и начинает работать. Просто если захочешь, можешь это попробовать. И вторая часть, которая поверила в социумное, образованное социумом, во что ты поверил. И вот эта часть социумная, она осуждает ту естественную, которая сейчас в подсознании. И если ты понимаешь, что вот эти все осуждения извне, это на самом деле проекция вот этой части, которая на познательном уровне осуждается на самого себя. Логично я это понимаю. То есть это уно просто сюда, сюда. Переживание все равно не уходит. На такий способ он реально вставляет, я проверял. Ну я не пробую, я так речь не пробую. Я пробовал с зеркалом, но я не прямо таким способом. То есть прям говорить себе с эмоцией. А можешь рассказать про свой опыт, если не сложно? А давайте сейчас прямо сделаем. Не-не-не-не-не-не. Или количество людей как-то может повредить. Ты видишь, что человек стесняется, не смотрит в глаза? Сейчас будет сложно. Это не надо. Ну я не хочу сейчас это здесь делать. Это нужно, чтобы человек чувствовал себя расслабленным. Или кто-то, кому он доверяет. Или сам наедине с собой. Тогда это реально работает. А так будет еще одно напряжение. Да там какой-то простой опыт был, что я там думал, люди меня не понимают. Вот так вот не понимают. И Наташа, собственно, написал, ну ты это все выпишешь и скажи. И натурально. Она говорит там, да ты меня не понимаешь, ты не можешь заглянуть глубь меня, ты видишь только мою оболочку. Ты вообще там смотришь от меня, ты не знаешь, какое внутри, ты не хочешь меня оценить, тебя интересует. Вот это все значит, что ты говоришь? Ну да. Это совсем по-другому работать, чем просто сам себе. Да, я сейчас точно начал задуматься мне, когда это будет совсем мощнее, будет намного уже. Да, попускаю, попускаю потом. Окей. Спасибо. Так, девушка в красном свитере, вы пришли очень поздно, да, ну вы проспали, я просто сейчас не смогу включить тебя в общее то, что здесь было, вот, сейчас мы уже закончим тогда. Здесь было, здесь было, здесь было, Руслан, наркоманская деятельность, сознавайтесь. Мне очень нравится кататься на велосипеде, просто, где же детство впадает, еще мне нравится купаться в океане, тоже классно. А какое чувство испытываешь, когда купаешься и катаешься? А если не сможешь купаться и кататься, парализованно лежишь на койке, не купаться, не кататься, где свободно? А почему, ну, оно наполняет всю, все сферы твоей жизни? Ну, если удерживает, то да, но удерживает постоянно пока не получается, потому что есть какие-то страхи, ну, они, можно сказать, не глобальные страхи, по мелочи, но все равно они есть. А почему в страхах не получается это состояние, туда пихнуть, страх? Ну, пускай он тоже покайфует, ну, а что так? Ну, все, так все нормально. Осталась практика, практика, практика. В принципе, они перешагиваются, я вижу, что я могу, перешагиваю, преодолеваю, постепенно попросу будет. Ну, суперски. Катя, наркоманская деятельность, сознавайся. Да ладно, чувство свободы и радости, что вообще не испытываешь за последний год. Испытываю, бывает такое ощущение, что мне вот хочется что-то сделать. Я иду и делаю, испытываю такой кайф, как бы я сделала что-то, как в детстве. Тотально. Я могу что-то приготовить, могу там спеть, нарисовать, полы помыть даже так же тотально. И вот кайф получается самого процесса. Могу что-нибудь приготовить, попробую. Какая гадка, мы все нормально. Класс. Какого зачарования не испытываю по этому поводу. То есть тотальность процесса. Это же как нужно придумать наизнанку. А если не сможешь двигаться, не сможешь ничего делать? Вообще ничего, не полы мыть, ничего. Даже петь не сможешь, а рта не сможешь открыть. Вот лежишь, все. Причем, заметь, тотальность процесса. Когда ничего не останется, как принести это состояние. Куда? Почувствовать все изнутри. Да, то есть тебе для того, чтобы почувствовать это изнутри, нужно вот такие условия, да? Гениально, гениально. Я об этом не подумывала. Так просто, не, надо вот так вот, по жестяку, да? А это, кстати, ответ на тот вопрос, почему мы через боль проходим, ну, вот, рост. Да, потому что, получается, пока у нас... Пока хорошо не дашь по голове, а то нет, не срабатываем. Максим? Ну, в детстве я обожал очень рисовать. Получалось так, что даже рисовал на оборях. Маме, паспорт у вас был на кармане. Тоже, да? Получилось страшно, почему к ограничению пошло? То, что я когда хотел пойти в художественную школу, я прощал об этом родителей. Они мне это мне давали. У меня не было практически красок, очень редко это было. Когда она шеретит, у меня это получилось, у кого-то, у нас уже спрашивали. Не каждый риск, соответственно, человек говорит, и просто это даст. Было даже, дело доходило до того, что я воровал это. Воровал именно у всех классов. И самое все-таки было. Но потом, со временем, знаете, те условия, которые действительно я поставил для себя. Я считал, что того значения для себя я от этого большого не получу. Потому что нет ресурсов у меня. Вот и все. А сейчас, в данный момент, это пение. Играть на гитаре. И что чувствуешь, когда ты играешь на гитаре? Здесь свобода. Придеменность свободы она и есть точно. Нет, но что чувствуешь? Вот без слова. Гордость из себя. Гордость из себя. То есть я не могу делать. Ага. А чувство свободы где чувствуешь? Где испытываешь? Вот без гитары. Какое-то другое влечение. Где именно чувство свободы, реальное? Ну, это как раз выражение. Получается, я бывал раньше писал стихи. Вот сейчас я бываю тоже. Я когда выражаю свои чувства именно на бумаге. То есть ты читаешь, я читаю точнее, и знаешь, что это я прожил. Мой опыт, это мое чувство. А когда ты пишешь стихи, ты испытываешь свободу или что ты испытываешь? Я испытываю те чувства, которые описываю. А где ты испытываешь захватывающее чувство свободы? Вот как там лазить по деревьям. Вау! Прыгнуть с парашюта. Вау! Где это чувство? Где это чувство у тебя в жизни сейчас? Вот такое с надрывом. Вау! Ну, не очень. Практически не ощущается. А последний раз где оно было? Ну, оно было как раз и пение. Здесь вот гитарю. Нет, это было вау. То есть я играю такой вау. Так вот? Да. Значит, это круто. А если не будет гитары? Тебе тоже нужно, как Катя, да? Если не будет гитары? Ни стихов, ни красок, ни картин, ни гитары, никакого творчества. Опять. Где тогда это брать? Гордость, вау, свобода, кайф. Скорее всего, ты скачиваешь на раз-другом. Нет, ну ты лежишь на койке. Я то глазами могу двигаться. Где мне-то искать? Тупим. Ну, то есть уже буду жалеть о том, что я действительно уже не смог бы говорить в эдик. Угу. Все было, а теперь нету, да? Ну, так это... Заполняй всю жизнь этим. Спасибо. Ну, то, от чего у меня торгало несколько... Некоторое время назад, несколько лет, да? Это вот тренировка детей. Я взяла тренировка детей. Когда у них идет такая прям энергетика, и вот так хорошо, когда ты им что-то даешь, они этим пользуются, идут дальше. Это просто здорово. Потом так случилось, что... Ну, вообще я так учил деятельный, активный, бегу, прыгаю, там, езжу везде. Вот, но жизнь меня, в общем, то столкнула с таким, с такой, скажем так... Я, короче, сломала много, мне неаккуратно сделали операцию, и 9 месяцев я фактически лежала в постельке. О, это уже практически это, да? Супер. Вот, и тогда я начала заниматься собой изнутри. Случайно. Вот, но эти занятия собой, они там, ну, когда там все тебе говорят, что все плохо, все плохо, ну, на них, в общем, начинаешь, по большому счету, в общем, не обратить внимание, вот, и начинаешь просто искать, кроме занятий собой, начинаешь искать такие активности, в которых можно забыть, что, например, там, для меня это было, что-то делание руками. Причем все равно, что, вот, я, например, лежу, да, я вот вижу, что мне это не нравится, я беру все, распускаю, там, заново вижу, ну, это такая активность, которая позволяет туда уходить с головой, и в то же время я понимала, что у меня, вот, мне повезло, то есть у меня сломалась только нога. Что будет, если у меня, ну, как ты говоришь, да, если я буду там лежать? Да. Я понимаю, что мне надо работать еще дальше над собой, собственно, я вот пока только-только. Вот. Мне сломалось бы повезло. Главное, не довести до вот этого. С тем, да, что мне вот жизнь показала, как оно вот, не на словах, потому что на словах мы, ну, понятно, что, как сказать, вот, сложно представить себе инвалиду на словах, вот. А вот когда ты реально с этим сталкиваешься, да, то, в общем, ну, торгает, на самом деле. То надо правильно к этому относиться. Слушайте, прямо как с единством. Когда проживаете торгай, только надо правильно к этому относиться. Ну, да. Ну, на самом деле так. Вот сейчас я получаю просто удовольствие, там, не знаю, прям, мне прет любого экшена, да. То есть я, не знаю, я еду в метро, меня прет. Я там не буду в магазине, меня прет. Я там, не знаю, какая-то бабулька толкнул коляской, меня прет. Ну, реально, я прям, блин, вообще свечусь. чувство радости и свободы состояние нахождения в воде какое не нет какое состояние почти летишь и класс последний год удалось найти это состояние внутри то же самое плывение кто мешает сейчас подожди ой надо пустую сейчас будет бабахать иду иду и отпусти 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 как же снова поднять бутылку ой на так наташа сходить она скажет как поднять бутылку отпусти говорю наташа слушай что надо делать и раз буду потом говорить как опыт закреплять ну то есть как спасибо ну то что касается чувства свободы у меня почти все время присутствует поскольку я сознательно стараюсь избегать системы там струду в прошлом постоянно работать с привязкой себя к какому-то одному виду деятельности блаба блаба я сознательно этого избираю живу в разных городах вот как вы это мои друзья ты живешь везде и нигде это заставляет чувство свободы и кайфа такого что не поняла ты тоже претендент на этом на это место а представляешь спать 24 часа сутки 25 лет еще а ты не сможешь спать только вот так лежат с открытыми глазами у тебя бы странное заболевание тогда что не проблема абсолютно все возможно сделай так и без снов и не умирает давай уже обучается тогда где то брать а как а как так не можешь двигаться даже пощупать тебя не можешь только моргаешь там даже мысли не даже такое заболевание моргаешь не спишь и мысли нету тишина ума называется новая практика да представляешь так вот ложишься не мысленно и сразу впадаешь в состояние единства так как тогда это чувство свободы 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 обалденной свободы то есть хочешь сказать что если вселенная ставит тебе мысли то чувство свободы если сильно перемешивать мысли то получится так сознание остается мыслей не будет будет тишина в голове и ты такая смотри клыб клыб тогда откуда это чувство свободы откуда нужно отводить его клыб клыб где-то нужно взять чувство свободы где и сознание если представить почувствовать ну это как раз то чем я сейчас пытаюсь заниматься как бы вот остановить мысли в смысле ты ложишься в такую позу делаешь ну почти да стараясь не уснуть стараясь не уснуть стараясь установить ум как бы не почувствовать а что же будет когда это произойдет офигеть осталось только сделать вот так вот на хокке болиничной да ты нас сразу будет 24 часа в сутки ты резко поймешь с чего надо сделать ну пока что я этого не достигла поэтому не буду сказать что же будет хорошо окей будем ждать и напиши мне обратную связь когда-то произойдет хорошо вот видишь сколько включается этих уровней там этого тоже не будет вселенная не бухает она все убирает хорошо спасибо последний год как она выглядит как она течет это всегда у меня было что-то менялась вода всегда оставалась неважно это море капли из крана в лужу вода я могу потерять время просто ну это не сама вода она уходит просто я вхожу в такое состояние что уже нет ни воды нет ничего только внутри что-то а если не будет ни воды не записи mp3 avi там про воду не вот нигде никогда не было воды вот вообще 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 так состояние же у тебя внутри ты же сама говоришь почему нельзя его воспроизвести даже когда нет воды ну смотри вот я смотрю на антона настроение поднимается вау нема антона ушел антон вообще там улетел на другую планету помер антон и что я теперь не могу улыбаться что ли нет он я просто никогда не воспроизводила ну нет эквивалента того состояния которое я испытываю когда уходит время когда уходит все нет ни мысли вообще ничего нет ну так просто его воспроизводи все время и все зачем ему эквивалент ну просто я отключаюсь в этот момент в смысле ты вообще уходишь то есть тело засыпает и ты выходишь или как именно ну как бы допустим если это ванны то это может быть там неограниченное количество времени абсолютно не будет моего взаимодействия с внешним миром я могу это сделать в принципе я понимаю да не автоматом вот но ты не соединяешь это с бытовой именно ну с бытовой жизнью с каждым моментом у меня так было когда вот эта штука случилась то есть полностью вот это вот единство все все на 1 расходится но невероятное попробуй себя собери в одну блин молекулу я иду по улице только иначе вот я иду там вот у меня сейчас переход светофор зажигается а я иду и думаю про героев романа я думаю про героев романа так все классно и резко я понимаю что я уже перешла переход и 500 метров после перехода а это все это время я была в мире героев романа я не слышала не чувствовала ни одного из шесть из пяти чувств телесных не было вообще я иду такая и вот оно у меня было периодами вспышки то есть я иду и это все иду 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 пас если я на чем-то концентрируюсь я туда настолько ухожу что все это исчезает и вот это все исчезает и все сигналы исчезают а потом только оттуда расфокусировалась бас я снова здесь и такая в ахуе что это было а я соединяло с каждым моментом соединяло когда возникает потребность много в таком состоянии оно начинает приходить само вот и возникает проблема что я могу говорить остановиться посередине эй эй ты видела что я здесь делаю ты видела как я здесь делаю бла 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 что я говорила а тебе это не нужно всегда а окей все тогда не вопрос нет ну просто я не смогу взаимодействовать ты сможешь ты видишь я взаимодействую это состояние всегда но только я его нарабатывала я вообще выключалась очень сильно а потом бывали моменты приходишь домой и такая вот и лежишь и понимаешь ты уходишь тело нафиг засыпает оно вот так вот засыпает а ты такая и вы растворяешься в этом всем и не могу себя удержать в этом либо то есть вот вообще выключаешься вниманием уходишь в другое это исчезает я начала ходить и концентрироваться вниманием на бытовых вещах на столбах на людях и держать это состояние и все соединяло да мне кто-то писал что типа я просто выхожу в это состояние по надобности я говорю а я соединяю это вместе мне это реально надо чтобы я я говорю я хочу чтобы это было в каждом моменте моей жизни я хочу этому научиться я соединила это и теперь нету выпадений ухождений там полного выключения тела этого нету оно вот все время циркулирует вот так вот но на это мне понадобилось несколько месяцев вот все время ходить вот на эти все моменты закреплять то есть от того нужно тебе это или нет и все нет ну просто я не понимаю как ну про соединение потому что какую-то часть это состояние я взяла можно сказать что поменялась плотность но я просто другим словом не могу это назвать ну плотность и ощущение внутри да так оно так и она стала как вода именно ну то есть я себя ощущаю ну скажем так это идеал моего состояния то есть я определенным практиками там дыхательными осознаю что я могу не дышать допустим ну вообще мне это не нужно там ну сон еда это понятно как бы всякое бывает когда ты там рисуешь или чем-то в чем-то не ешь и не спишь однозначно да нет вопросов что это возможно вот а вот как без воды без вот этой плотности я не могу сказать ну хорошо а я скажу а как соединить вот это потому что у меня эти выпадения они вообще всегда были с детства у меня движение всей жизни но просто я не понимаю ну я просто беру это состояние я беру это состояние пока она меня не выносит то есть вот чуть-чуть но я осознать да да того как меня то есть вот представь вот у меня здесь амплитуда пока я вот тут меня не выключаю только я перехожу вот сюда меня выключать начинает тяжел soient становится там выпадаю я беру безопасный момент я чувствую это состояние но меня не выкидывает я начинаю я все еще держу это состояние я концентрирую здесь на бутылки Концентрируюсь на том, как я держу бутылку И я все время не упускаю это состояние У меня два фокуса внимания Здесь и вот здесь Очень медленно и вот так вот Я просто ходила по улице Держала это состояние на безопасном уровне Смотрела за людьми Чувствовала, как я двигаю ногами Как я двигаю руками, как бьется мое сердце Как я дышу И соединяла это с базовыми моментами Потом не выбрасывают Когда я наоборот Фокусировалась на нескольких объектах И за это увязывала Я училась наоборот Концентрироваться по отдельности на дно И я заметила, что Когда концентрируешься по отдельности И именно выполняешь вот эти вот И при этом остальные Именно сознательно ограничиваешь То эффективность возрастает сразу То есть все-таки Должна быть какая-то гармония между этими Или вот Это может зависеть от твоей работы мозга От твоей работы мозга У нас может по-разному мозг работать Вот Поэтому тебе это естественно А мне естественно это, да А что дает такое состояние Вот когда ты держишь это, держишь Для чего? Я хочу это состояние проживать каждый момент Ну, как бы Просто когда есть такие выпадения Это же о чем-то задумываешь Сюда и полностью уходишь Переключаешь У меня выпадение Это происходило из-за того Что я очень сильно в умиротворении Блаженства уходила Слишком большого умиротворения Расплылась Таким нектаром По всему Бац Выпало Вот Из-за этого И поэтому я просто брала Досячную дозу Пока не выпадаю И все это делала Я просто Про разные вещи Ты говоришь про состояние дома А вы говорите про состояние вынесла За мысль и ушла Да Да Это разные Правильно Да, это разные У нее задача удерживать состояние здесь дома В этом теле А вам центрироваться на оборот На сиделке Вот так здесь помогают просто телесные практики Да Тело Медленно там рукой двигаешь Здесь То есть чувствуешь вот здесь вот И что-то делаешь Но все время концентрируешься на телесном ощущении Как вот проживаешься Когда ты медленно там пол гладишь Вот он проживается А ты делаешь базовую какую-то вещь Там кушаешь И тебе нужно удерживать два фокуса внимания Ты кушаешь Попадаешь в рот Пережевываешь Но все еще чувствуешь Как палец гладит стол И оно заземляет тебя Ты потом не выпадаешь Ну, предположительно По моему опыту Вот Ага Антон? Я опытный наркоман И очень много занимался всякими вещами Про которые Наташа говорит Через которые можно ловить это состояние Там еще разные виды экстремального спорта Там какие-то там Цигуны Там дайди и прочее И так далее Вот Самое интересное было Когда я занялся танцевать Сначала я как учился танцевать Когда ты пришел на дискотеку И поймал это состояние И ты вот как наркоман Пошел на дискотеку Поймал это состояние Вот А поменялось все Когда я стал сам Преподавать и сам организовывать Эти дискотеки И в какой-то момент Ты вдруг понимаешь Что ты это состояние Можешь не хавать А ты Ты его делаешь Вот То есть оно из тебя идет Вообще Вот То есть вот тут мозги переключились Что тебе не должно куда-то прийти И получить это состояние Или там Поехать куда-то и получать Ты просто Оно изнутри тебя идет И ты это можешь сделать там Ты это можешь сделать здесь Ну вот И когда эту идею ловишь Дальше начинаешь Действительно Это состояние Находить в разных То есть ты идешь по улице И вот это состояние Из тебя идет И в твоем движении Или ты там Неважно Тебе надо достать чашку Вот И ты вот изнутри Так раз И достал эту чашку Вот И тогда уже Ты не охотишься За какой-то деятельностью Да Чтобы там Это состояние поймать А наоборот Ты этим состоянием Наполняешь Ту деятельность Которую есть Вот Надо иметь процесс постепенный То есть что-то получается А где-то Забываешь про это Или там Запарился Там Или что-то Отвлекся Вот Где-то Работаю Постепенно Оно как будто Изнутри Всю твою жизнь Постепенно Оно внутри Как бы так Наполняет Расцветает Внутри И То что раньше Было там Серый Картонный Оно Начинает Тоже Играть Спасибо Марат Наркоманская деятельность Мужчина Я не знаю Я сижу сейчас Да ладно Сейчас Последние полгода Что доставить Доставляет тебе Свободу Не-не-не-не Нравится гулять Еще Еще Когда ты Испутываешь Состояние свободы Мы ездим Из города В город Ну да Ну так оно было Всегда Я про это говорю Гулять Это вот Это Бельгия И вот Это Да ты мне говоришь Это мы с тобой Общались Здесь еще люди Которые этого Всего не знают Да Да Когда я Передвигаюсь Когда я двигаюсь Когда я езжу Из города В город Когда я где-то Что-то Не на одном месте Не на одном месте А если ты не сможешь ездить Привяжу тебя И там засуну на балкон И закрою То же самое Я могу где угодно Вот мы едем В Питере В Москве В Запорожье Везде чувствую одинаково Одинаково Для меня прикольно Но мне больше нравится ездить Менять Если ты не сможешь ездить Все равно прикольно Ну будет прикольно Скажем было место Ну то есть Не то что место Главное чтобы Чтобы что То есть если ты 20 лет Не выйдешь из Питера Из своей квартиры Вообще 20 лет Из своей квартиры Не выйдешь Ты говоришь Что тебе все нормально Главное чтобы место было Место у тебя есть Вот запрем тебе здесь На 20 лет Главное что есть место Будет чувство свободы Здесь нет У меня дома Да А почему В чем разница Здесь мы не знакомы Но если чуть-чуть посидеть То можно и здесь остаться Нормально Круто Знаешь Наверное Наташа В том Спросить У вас зависимость От Натальи Вот если Наталья И слава богу Знаете У него есть такая реакция Мне кажется Там Нет Там Было раньше Да Но сейчас То есть Вчера Наташу Вытурил Специальные Иди отсюда 5 минут У меня есть Может быть Какая-то Наркотическая Зависимость От того Что мы болтаем Мне это нравится Мне нравится Что мы делаем А если Я там Помру завтра Нема меня больше Если ты помрешь Я вчера думала Об этом Стоит в 3 часа ночи Вернуться Ничего Нормально Я же говорю А внутри Проходит неделя Нет Наташи Не с кем поговорить Никто не поймет Что там у тебя Божественность На картинке Что там Генерируешь Ну вот У меня так было В детстве Есть я и вселенная Нормально Мама Папа Бабушка Парни приходят Уходят Нормально Есть я и вселенная Есть я и планета Есть я и ощущения Есть я Сознание Все ну куда еще Потому что оно все сущее Окей Делаем перерывчик Вот Спасибо всем За искренность И откровенность Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому